Так, ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях Владимир, он же Анатолий Шманденко. Вы его можете не знать, вот так вот, точнее, вы могли его не узнать, но мы сейчас специально здесь ставим огромное количество нарезок из его Инстаграма, ТикТока и Ютуба, для того, чтобы вы сразу поняли, кто у меня сегодня в гостях. Кто ты? Я лучший клинер в мире. Ты? Да. Ты уверен? Нет, я не верю, брат. Может, я могу показать? Ты большой человек, но... Можно я клин? Чтобы мы, типа, так сказать, заладили. Да, я люблю тренинг. Бро, ну что, спасибо тебе большое. Спасибо, что позвал. Очень приятно быть здесь. Очень приятно. Так, ну, мне хочется все-таки начать наш диалог с историей нашего знакомства, потому что эта история, она очень важна, мне кажется. Короче, ребятки, мы, на самом деле, знакомы уже достаточно давно до подкаста. Мы познакомились, когда я был в Лос-Анджелесе. Значит, я прилетел в Л.А. И буквально на второй день захожу вечером в гей-клуб, ну и... Короче, да, на самом деле, оказалось... Я убираюсь просто в туалете. Не, братан, не убираешься, не убираешься, не надо тут выкручиваться. Короче, да, мы, на самом деле, в Лос-Анджелесе соседи пошли на турнички, и теперь мы общаемся. Короче, но давай, на самом деле, к делу. За последние 8 месяцев ты буквально с нуля стал одним, наверное, из самых сейчас таких быстро растущих блогеров в мире. Суммарно 25 миллионов аудитории за 8 месяцев. Правильно все? Где-то так. Я вообще не сознаю, если честно, все это вообще. Такой. А, да, я давай. Это оно, это оно. Давай я, да. Да, мне, на самом деле, хочется как бы раскрыть твою историю ребятам сегодня и рассказать вообще, что происходит в мире медиа, потому что, мне кажется, буквально каждый второй сегодня все-таки хочет обрести какую-то аудиторию в социальных сетях. Все понимают, что за аудиторией есть достаточно большой вес, и что с помощью нее можно делать классные штуки. Вот, поэтому сегодня об этом поговорим. Ладно. На самом деле, ребятки, еще один такой спойлер. Мы пишем этот подкаст по техническим причинам второй раз, поэтому он сегодня будет чем-то похож на первый, который вы не видели, но мы постараемся сделать для вас ярко и интересно. Но не факт, что она получится, ладно. Расскажи мне, пожалуйста, как за последние твои восемь месяцев поменялась жизнь вообще? Слушай, я думаю, что она поменялась не сильно. Поменялась, наверное, больше всего в плане цифр. Вот, потому что первые три месяца, когда все пошло взорвалось, я вообще не создал ничего. То есть, такой был туман, но при этом розовый такой приятный туманчик, и ты такой думаешь, блин, каждый день просыпаешься, потому что приятно от того, что все летит, и ты работаешь, ну, понятное дело, да, чтобы не упустить момент, потому что есть как бы огонь, он горит. И тебе нужно подкидывать постоянно дрова. И вот я там первые три месяца работал, я вообще не осознавал, потом такой поднимаю голову через три месяца, думаю, о, прикольно. Так уже там люди фоткаются, много людей фоткаются, там что-то это есть, это есть, какое-то количество аудитории. Я не знаю, в финансовом плане лучше стало. Но, слушай, поменялась, я думаю, наверное, больше всего в плане цифр, бро. Цифр в плане ты имеешь в виду узнаваемости или в плане дохода, или вообще всех цифр? Слушай, я думаю, цифры, количество подписчиков, да, самое главное, самое такое объективное, вот, количество людей, которые подходят на улицы, количество, не знаю, там, заработанных денег и так далее. Слушай, ну вот смотри, у тебя в Инстаграме там 10 с небольшим миллионов и еще там 15 миллионов, там, суммарно ТикТок плюс Ютуб. И там у тебя какое-то бесконечное количество просмотров суммарных, там, сколько-то там, 9 миллиардов или 10 миллиардов. Да, что-то в ТикТоке там 9 миллиардов. 9 миллиардов просмотров, вот, в буквальном смысле, на твоей, знаешь, в ежедневной рутине, как это выглядит? То есть, условно, тебе там, не знаю, подходит каждый второй сегодня или насколько, насколько это в действительности большой медийный вес? Просто цифры звучат как бы реально масштабно. Смотри, подходит не каждый второй, потому что, опять же, выглядит чуть-чуть по-другому, чем Анатолий, да, потому что Анатолий – это чувак, у которого борода во все стороны торчит, я как бы специально ее, там, поправляю как-то, это парик, да, это какой-то образ, вот, я выгляжу чуть иначе, но, я думаю, подходит не каждый второй, возможно, там, каждый третий, четвертый, с которым начинаю взаимодействовать. Ну, если там, я говорю чуваку, что, если он спрашивает, где ты тебя видел? Вот мне часто говорят, вот сейчас ты в такси ехал, да, и чувак говорит, это ты снимался в кино там каком-то? Я говорю, да нет, бро. Я говорю, да я просто полы мою в зале. Да, я говорю, бро, я уборщик, довези меня, я убираться надо, я опаздываю на работу, вот, я говорю, да нет, там, может, ты видел меня там и там, он говорит, а, точно, да, то есть, если человеку говоришь, там, он, понятное дело, где ты видел, потому что очень много перезаливов, да, очень много именно просмотров, наверное, с перезаливов, вот, то есть, много люди берут себе там видосы, перезаливают, там, 10 миллионов этих фейковых аккаунтов Анатолий. А, то есть, условно, не твои вообще аккаунты, а какие-то, да, там, какие-то другие. Да, да, то есть, многие мне говорят, я видел тебя в Фейсбуке, вот, не знаю, 50% детали говорят, я с Фейсбук, а я говорю, у меня нет Фейсбука. Это там, это, а, слушай, я тоже знаю, это вот та штука, я деньги переводил, да, в Фейсбуке, там, типа, да, да, там, где тебя деньги забрали, ничего тебе не сделали. Я вам деньги перевел, а вы мне не отвечаете. Вот, я боюсь такой ситуации, я боюсь такой ситуации, потому что она есть, она есть стопудовая. Она уже есть. Да, слушай, вот у тебя такая история, на самом деле, довольно редкая, мне кажется, она, с одной стороны, происходит с некой периодичностью в нашем мире, но, тем не менее, все равно довольно редко. Ты проснулся известным, скажем так, да, то есть, все равно, там, если мы берем каких-нибудь музыкальных звезд, они там постепенно становятся популярными, какие-нибудь кинозвезды тоже постепенно. А вот история с социальными сетями, там, с рилсами, с тиктоками, там как раз появляются такие звезды, которые взлетают, знаешь, за одну секунду. Причем, чтобы ты понимал, я буквально дней, наверное, 5-6 назад, я сидел с корешем, и я им говорю, слушай, вот, типа, у Вова офигенная модель, вообще, очень классная, очень классная контент, давай, я говорю, откроем список всех тиктокеров, и посмотрим, у кого еще вот, ну, такой же классный, добрый контент, который виральдится. И в реальности там не так много людей. То есть, понятно, на первом месте этот Хаби Лэйм, или как его? Хаби, да, да, да. Который, ну, вот этот вот, ты понял. Красавчик, чувак, вообще. Вообще просто, разнос башки. Он на первом месте до сих пор в Тиктоке. Там есть еще Белла какая-то, которая лицом так делает, там, пифи. Да. И дальше там начинаются все равно супер-мега-звезды. И на сотом месте это, на тысячу лет. Дело не в этом, дело в том, что дальше начинаются там всякие звезды, именно там, киноиндустрии, музыкальной индустрии и так далее. И в реальности не так много вот ребят, которые с помощью даже там Тиктока и там Рилзов в Инстаграме смогли набрать большой аудитории. Там миллион, два, три, таких очень много. А те, которые прям, знаешь, так типа взорвались, их довольно мало. Вот расскажи мне, знаешь, это первые дни, когда ты начал понимать то, что оно, короче, жестко взлетает. Твои ощущения вообще и твое восприятие. Смотри, брат, вот по поводу твоего, то, что ты говорил, я думаю, самое сложное – это удержать аудиторию. Потому что очень много есть миллионников, блогеров, не знаю, как в русскоязычном ютубе, там в ТикТоке, неважно что-то, какая платформа. Очень много человек, которые там миллион подписчиков, да. Я думаю, что самое сложное – это удержать. И я знаю там много таких примеров, да, которые раньше были популярны. То есть сейчас бы так даже не вспомнил людей. Ты скажешь, ты помнишь этого? Я такой, а помню, блин, интересно, что с ним сейчас. Я вообще сейчас, он туда пропал. Я думаю, что вот самое сложное – это удержать аудиторию. Вот там как раз такие ребята, которые сказал Хаби, это один из ярких примеров, на который я отчасти, наверное, стараюсь сравняться, потому что он красавчик, он удерживает аудиторию. То есть у меня есть какая-то рубрика постоянная, да, вот там он показывает, уделяется. И он красава, он постоянно такой в тренде, знаешь, уже сколько, года три, наверное. Ну, уже долго, да, уже долго. Да. А к вопросу, как это все взорвалось, я думаю, что что-то было утро понедельника. Вот, да, это было, не знаю, какой-то очередной день, я просто… Мы делали уже ролики на англоязычный канал на YouTube, все, ничего вообще не шло, где-то месяца 8 мы делали. Прям уже, не знаю, не то, чтобы я терял надежду, но я уже больше делал так, знаешь, у меня это было где-то на третьем, на четвертом, на каком-то плане, я уже не держал на этом фокус, просто делал, потому что, ну, может взорваться, я понимал это, что как русский YouTube, да, это может взорваться. Когда-то я делал, и потом как-то пошли первые просмотры, именно органичные такие вот, там попадали в рекомендации, видосы. И я потом просыпаюсь утром, я уже делал несколько шортс, точнее рилс, рилс в Инстаграме, да. И я просто эти рилсы никуда не залетали, ничего там, как обычно, не знаю, там 10 тысяч лайков у меня было, там 100 тысяч подписчиков и так далее. Я смотрю, один из рилсов, что-то миллион просмотров, я думаю, накрутили, наверное. Ну, как миллион просмотров, вот за ночь, вот так, я обновил, не знаю, миллион просмотров. Думаю, блин, прикольно, зайду сейчас еще один, смонтирую. Я быстро сел, смонтировал за 20 минут какой-то рилс, там, старого видоса, старого пранка, залил, что-то забыл за него, захожу снова, там, еще больше, там, 2 миллиона. И я понимаю, что нужно сейчас поднажать еще по рилсам, вот. И я думаю, что на самом деле рилсы больше всего дали бусты, вот. Хотя там говорят, что TikTok самая классная платформа. Я TikTok начал, наверное, делать даже позже, чем рилсы. Потому что Instagram все-таки это чуть-чуть другая платформа, да, где ты можешь там делать рекламу, где аудитория более как будто бы, по моему мнению, платежеспособная. И все-таки я сделал фокус на Instagram и там делал рилсы. Слушай, а вот ты сказал то, что не залетали и так далее. Я не знаю, анализировал ли ты это, как-то пытался вообще понять, типа, что именно произошло. Потому что все же хотят найти вот эту вот комбинацию, типа, когда контент полетел. Ты как-то пытался проанализировать и понять, что поменялось. Вот почему до этого ты делал, и оно никуда не шло. А потом ты бац, и оно почему-то пошло. Слушай, я бы тысячу раз анализировал, потому что у меня как бы был уже такой мощный кейс с русскоязычного YouTube, где всем все нравилось. Там, я не знаю, на русскоязычном набрал сколько. За полгода я набрал миллион подписчиков на YouTube. И понимал, что это сильный кейс, типа, это должно сработать. На YouTube? Да. На PornHub? Да, то есть мы там снимали с ребятами. Фейк-уборщик, да? Да, там я закажу, играйся, там 10 пацанов сидит, и мы начинаем. Ну так что, на русском YouTube был кейс, что у тебя миллион подписчиков? Да, и я тысячу раз анализировал, почему мы 8 месяцев делаем англоязычный YouTube, и вообще ничего не заходит. Ага, так. Я не понимал, думал, блин, но как бы всегда у меня такой, не знаю, где-то была далеко мысль, что ну должно зайти, нужно просто делать. Видимо, еще не показалось, потому что когда я начинал русскоязычный YouTube, я тоже, блин, не знаю, 2 года делал впустую, и потом что-то залетело, да, и потом уже как снежный ком, всегда так, в принципе, да. Все зацепляется, друг с другом полетело, ты просто еле успеваешь смотреть за этим. Я анализировал, и я понимал, что это классный формат, потому что в чем фишка формата? В том, что это как бы персонаж, который супергерой. Вот, это не какой-то там плохой супергерой, да, много есть пранков, как бы на YouTube, они везде, во всех интернетах пранков плохих, да, где там, не знаю, людей обижают, людей пытаются задеть, так или иначе, типа, люди получают какие-то негативные эмоции, если они воздействуют с этими пранкерами. Я понимаю, что мой контент, как бы, ничего негативного нет, ничего негативного нет для чувака, который пранканул в зале, поднял там вес больше него, да. Возможно, не знаю, он расстроился, но всегда люди получают обычно позитивные эмоции. То есть, ну, он такой прикольный уборщик, там, не знаю, это же не какие-то там важные соревнования для него, да. И, опять же, очень хорошие эмоции позитивные для людей, которые смотрят. Ну, там пришел чувачок, посмеялся, что-то поднял-то и пошел. Ну, ничего такого плохого нету. Я понял, что это хорошая, как бы, модель такая супергероя, там, не знаю, спайдер-мен, бэтмен, то, что мы все видели в детстве. Чувак такой, вроде, простой, да, там, Питер Паркер, а потом одевает маску уборщика и начинает там убираться. Вот, и эта модель, я понял, что она должна сработать, просто, я думаю, что нужно было время. Вот, и, как показывает практика, реально нужно было время. Коллеги, начать бизнес – это, на самом деле, не самое сложное. А вот грамотно масштабироваться и кратно увеличивать выручку без поломок в операционке – это уже задача для топов. Хороший управленец не принимает участие во всех процессах бизнеса, а находит достойных исполнителей и берет на себя лишь стратегические вопросы. Но умеют так далеко не все. Я уже не раз говорил про Академию Эдюсон, вы уже их знаете по предыдущим выпускам. Вывести бизнес на новый уровень, избавиться от операционки и кассовых разрывов можно на бизнес-программах MBA-эксперт управления финансами и управления предприятием. В Эдюсон с 2013 года обучились крупные компании, такие как Сбербанк и Лукойл. Также Академия разработала свою платформу, поэтому всю информацию и обновления вы получаете навсегда и бесплатно. Вы научитесь не только системно управлять финансами, продажами, запусками, маркетингом, наймом персонала и логистикой, но и освоите инструменты бизнес-моделирования и финансового анализа. В основе программ лежит гарвардский кейсовый метод, который предполагает разбор только реальных ситуаций с комментариями эксперта. В Эдюсон преподают опытные практики представители Стэнфорда, бизнес-школы Сколково и высшей школы экономики, консультанты большой четверки и руководителя крупных компаний. По завершению курса вы получите диплом, верифицированный Сколково, а HR-специалисты Эдюсон помогут вам с развитием карьеры. Весь год с вами на связи будет куратор, а доступ к материалам останется навсегда. В честь Черной пятницы вы получите максимальную скидку 65% по промокоду Соколовский и личную консультацию с экспертом в подарок. Советую перейти по ссылке в описании или по QR-коду на экране и изучить программы. Не откладывайте на потом ни масштабирование и карьерный рост, ни возможность выгодно учиться в Академии Эдюсон. Поехали. Слушай, а вот сколько, получается, вы до этого, ты говоришь, 8 месяцев уже стимали и ничего не было? Да. Но ничего не было, это сколько просмотров? Ничего не было, это там 500 просмотров, 400, просто 400. Реально, просто? Интересно, на самом деле, тут у меня такой вопрос возникает, а что, то есть смотри, когда ты делаешь что-то и выкладываешь, и оно не получает результат, я тебе пример просто придумал, у меня куча там российских каналов, есть подкасты, у меня есть там канал про крипту, у меня есть там еще мысли вслух, там еще есть десяток каналов со всякими шортами и клипами, и там все равно есть цифры, и ты продолжаешь делать, потому что ты понимаешь результат, и у меня есть как бы на английском языке тоже несколько каналов, которые мы там пробуем делать, очень тяжело идет, потому что как бы ты выкладываешь, а там реально, типа, я там подкаст записал, там 1400 просмотров. Ну, короче, и очень тяжело, то есть я, например, себя, мне очень сложно мотивировать себя продолжать делать, потому что ты не понимаешь, почему это должно пойти, почему оно должно поехать, и ты делаешь, 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 а там 100 просмотров, 200, 500, 100, 200, 500, вот что тебе помогло на тот момент продолжать это делать? Я думаю, первое, что помогло, потому что результаты были слишком, слишком слабые, это первое, знаешь, когда, если бы я начал делать, понятно, что там на русскоязычном ютубе у меня есть, не знаю, стабильный там 600 тысяч просмотров на каждом ролике, да, если бы я начал англоязычный делать, у меня было там 5, 10, 20 тысяч, блин, ну, неплохо, типа, а там сходу было, не знаю, там 2, 3 просмотра, потом там 100, 300, 400, там снова 100, и я понимал, что это какой-то такой, знаешь, аномально слабый показатель, то есть это либо должно выстрелить, капец как, в один момент, то есть вот так просто произойти, да, либо это вообще не то, но я как бы отбрасывал, потому что, что это не то, потому что уже есть там какой-то кейс на русскоязычном ютубе. Кстати, хороший поинт про аномально, что реально, у меня вот реально, знаешь, я выкладываю какой-нибудь классный рилс там на английском языке, думаю, как он мог собрать 30 просмотров, ну, типа, не может быть, то есть априори что-то должно произойти, но он пока никуда не идет. Ну, это как в жизни, знаешь, типа, белая-черная полоса, я понимаю, что сейчас максимально черная полоса, вот самая темная ночь, которая может быть, и вот должен быть какой-то рассвет, потому что, когда жизнь серая, знаешь, неинтересно, то же самое ютуб там, ну, идет нормально, это неинтересно, прикольно, когда идет там слабо, а потом взорвалось, ты просто в шоке, потом слабее, потом ты снова что-то делаешь, меняешь, второй разрываешься и понимаешь, что это вообще круто, интересно. Хороший пункт, возобновлю активнее и продолжу снимать, это для меня такая заметочка, да, реально, на самом деле это касается не только зарубежного рынка, я много раз, ну, на самом деле это касается, там, даже, знаешь, российского ютуба, там, не знаю, инстаграма и так далее, потому что я вот видел, что я начал делать подкасты, еще многие ребята начали делать подкасты, и я вижу, что все снимают там 5, 6, 7 видосов и забивают хрен, потому что оно, типа, не набирает. А вот у меня лично была такая история, я когда начинал, я вообще, у меня 9 итераций ютуба было, и они все вообще там не набирали, типа, 10-15 тысяч просмотров, да, да, я с 2014 года снимал, и, короче, а потом я первый раз снял подкасты, это был год, наверное, 17-18, где-то вот так вот, короче, и они у меня собрали, типа, понял, по 3-4 тысячи просмотров, я 8 выпусков снял, вообще ни в какую, я забил хер, а потом случилась пандемия, и я такой думаю, делать все равно нечего, типа, запишу выпуск, я записал два выпуска, я выкладываю, и он, прикинь, на следующий год. А с кем ты записал? С корешем со своей слюнью. Просто с корешем. Да, да, и, типа, я на следующий день просыпаюсь, и он, прикинь, короче, типа, 30 или там 40 тысяч просмотров набрал, я думаю, прикольно, и он просто, прикинь, там, пошло спустя кучу времени, почему-то начало набирать. Да, вот всегда, вот особенно ютуб, такая площадка интересная, которая вообще тебя не замечает, не знаю, может, там, полгода, год, а потом просто бумс, вот такая маленькая какая-то вспышка, которая за собой там разгорает огромный огонь, знаешь. Да, и у мистера Биста такой пример, что ты в каком-то подкасте тоже рассказывал, что, типа, люди снимают первые 20 роликов и думают, что они должны стать популярными. Да. Когда я снял, типа, свои первые, там, 200 роликов, у меня они набирали 100 просмотров. Да, да, да. Расскажешь, типа, до того момента, как вы сняли 100 роликов, можете вообще не думать о результатах, их в любом случае, короче, не будет. Ладно, круто. Оно взорвалось, ты начал набирать, и сейчас оно у тебя, как бы, очень активно растет, там, по 100 тысяч в день аудиторию, условно говоря, у тебя прорастает. Вот, соответственно, мне интересно, давай для начала мы про этот текущий момент поговорим. То есть, оно у тебя начало взрываться, и, соответственно, твоя реакция, ты, как бы, такой понял сразу то, что оно полетело, да, куда-то? Ну, да. И все, и что ты начал делать? Ты дальше начал подключать какие-то другие платформы. Короче, как оно вот из первого выстрела превратилось в то, что оно стало реально, как бы, всемирно известным? Да. Смотри, я понял, что, как бы, из предыдущего опыта, который у меня был уже в ютубе русскоязычном, я понял, что у меня тогда не было диверсификации никакой. Потому что есть, там, не знаю, диверсификация средств и что-то еще, а есть диверсификация аудитории. То есть, для понимания, да, там, не знаю, у тебя заблогирует Инстаграм, а ты делаешь только Инстаграм, я знаю, что все, у тебя ничего нет, типа. Вот, и я понял, что нужно сейчас, вот полетел ютуб, полетел Инстаграм, быстро создаешь ТикТок, быстро создаешь Snapchat, быстро создают твои фейки в Фейсбуке, которые не мои. И пошел на нормальных вещах, на нормальном скаме зарабатывать бабки, да, на Фейсбуке. Вот, да, я как бы начал понимать, что нужно подкидывать дрова, потому что огонь горит, и чем больше дрова ты подкидываешь, тем лучше он будет гореть. Потому что вот, когда момент, важно не упустить этот момент, когда летит, прям нужно валить. Я это понимал с прошлого опыта, и, в принципе, я это делал. И, короче, все, и дальше ты начал просто подрубать, оно все полетело, полетело, полетело. А в какой момент у тебя произошла вот эта, знаешь, такая первая точка, когда ты понял такой, о, офигеть, нормально, я очень, как бы, ну, уже стал такой довольно-таки популярный в мире? Я думаю, миллион подписчиков в Инстаграме, потому что всегда для меня Инстаграм была очень сложная платформа. Я очень сильно любил Инстаграм, потому что я там, не знаю, для меня было просто в кайф делать сторис каждый день. Я вот, у меня было как будто последние три года, у меня было все время 100 тысяч подписчиков. Вот не знаю, последние три года реально не росло, не убавлялось, все время 100 тысяч подписчиков. Я не продавал там рекламу, потому что не хотел, вообще не кайф, знаешь. Я просто делал сторис, там утром просыпался, какие-то шутки, там что-то поснимал, чуваков пошутил, там где-то еще пошутил, и мне было в кайф делал Инстаграм. И вот я думаю, что да, миллион подписчиков. Вот в Инстаграме для меня была какой-то такой отметкой. Думаю, блин, если сейчас все остановится, в принципе, неплохо. А за сколько ты набрал этот миллион? Неделя может. Неделя? Ну да. А, ничего, отметочка у тебя быстрая. А не было у тебя такой, знаешь, как эйфории, что типа вау, этого вообще не может быть? Ну то есть это же реально супер быстрый результат. Слушай, не было такой эйфории, потому что у меня сразу, как только начало все лететь, у меня были какие-то американские фитнес-блогеры, которых я смотрел, и я думал, надо вот этого обогнать, вот этого, вот этого, и потом уже прикольно, можно что-то там почувствовать, осознать, типа кайфануть. То есть я особо, короче, не задумался в тот момент, да? Очень задумался, вот, потому что очень много, во-первых, у меня было очень хорошее настроение все это время, вот. Не, в целом это логично, когда у тебя по 100 тысяч в день приносит. Да, да. И я как бы направил на это настроение в то, чтобы там кайфовать, ловить эйфорию, лежать, думать, какой я крутой, знаешь. Вот, я направил больше это настроение в то, что там генерировать идеи, потому что очень классно я заметил в том, что когда вот у тебя хорошее настроение, такой боевой дух, все летит, все круто, у тебя максимальный креатив работает. Я придумал такие видосы, которые я не думал, что я придумаю. То есть какие-то прикольные сценарии, какие-то прикольные шутки, вот, были именно в тот период. А у тебя была какая-то команда, с которой ты это делал, или ты просто садился сам, штурмил и думал? Смотри, есть команда, которая там, не знаю, делает YouTube, делает там, не знаю, по рекламе что-то и так далее, но вот там все шутки, там, ну, по сути, я сам придумаю. Классно. Миллион. Дальше, соответственно, у тебя все так же продолжается рост, тебя-то начинают узнавать, приходят там уже и рекламодатели и так далее, и так далее, и так далее. И вот сейчас, то есть я хочу, чтобы ребята, которые нас смотрят, ну, во-первых, они сейчас поняли, что, да, просто обычный парень может набрать огромную мировую аудиторию, если он там поймет, как делать контент, мы сейчас еще об этом поговорим. Но вот сейчас, находясь в текущей точке, что, какие бонусы тебе все это приносит? То есть насколько в действительности, скажем так, вот эта вот мировая большая аудитория и ее ценность, они не преувеличены или преувеличены наоборот, на твой взгляд? Слушай, наверное, из самых больших бонусов, которые я могу сейчас сказать тебе, да, не из таких там банальных, не знаю, там, деньги, что-то еще, это, наверное, знакомство с какими-то такими людьми в мире, которые популярные, которые что-то там значат. Вот, потому что там, не знаю, если у тебя есть деньги, ты все равно некоторых людей не можешь встретить, просто так. Ты есть чувак, я не знаю, видел, ты не видел, может быть, это было там год назад, какой-то миллиардер собрал, типа, всех звезд за деньги пригласил к себе, типа, в Лос-Анджелесе или еще где-то 150 миллионов долларов на приглашение. И сразу после моих слов это вставка будет, понимаешь? Да, да. Да, вот, это, наверное, самое такое прикольное, что меня удивило, это то, что было самое приятное. Вот, а так, бонусы, не знаю, мне очень приятно видеть там людей, которые подходят, которые там пишут, что я их мотивирую, потому что у меня всегда самая главная цель, вот, там, каждый год ты блокнот записываешь цели, ты записываешь цель, кстати? А я записываю. У меня просто, ну, не знаю, на самом деле я, не то чтобы цели, у меня есть такие, знаешь, долгосрочные какие-то вектора, которые я себе задаю, вот так вот, чтобы, типа, этот, я не знаю, я, потому что, конечно, я писал раньше, и там все мимо всегда. Я привык как-то просто, мне тоже было очень часто мимо, но я думаю, за счет того, что там ставишь какие-то большие цели, ты как-то, не знаю, ты можешь не добиться ее, но ты все равно потом понимаешь, блин, из-за того, что я поставил такую огромную цель, я как будто чуть больше сделал в этом году. Друзья, согласно исследованию Data Insight, только за 2022 год количество заказов на маркетплейсах выросло на 85% и составило почти 2 миллиарда. При этом многие начинающие селлеры бросают свое дело еще на старте, а опытные продавцы, как правило, уходят, так как не успевают закрепить успехи или адаптироваться к постоянно меняющимся условиям работы площадок и новым инструментам. Но на самом деле, в 2023 году зарабатывать и расти на маркетплейсах намного проще, чем раньше, если знать как. Вы можете научиться этому на своем опыте, а можете внедрить чужой, чтобы быстрее выйти на новый уровень прибыли. Если вы готовы выбрать второй вариант, то в этом вам может помочь онлайн-практикум по построению и масштабированию бизнеса на маркетплейсах от Лео Шевченко. Лео – настоящий эксперт по ведению бизнеса на маркетплейсах. Лео основал онлайн-школу для селлеров Mercatus и помог более 7 тысячам продавцов начать свой бизнес. Программа длится два дня. Первый – теоретический. На нем вы узнаете, какие тренды сейчас царят в e-commerce, как выбрать и закупить высокомаржинальный товар, как оформить карточку товара и вывести ее в топ, какие ошибки чаще всего совершают начинающие и опытные селлеры, а также как масштабировать бизнес на маркетплейсах. На второй день вас ждет отработка полученных знаний. Вы примете участие в бизнес-игре по выводу товаров на маркетплейсы, разберете авторские таблички для построения системного бизнеса, прослушайте выступления спикеров с опытом работы в разных нишах и сможете заняться нетворкингом и командной работой, чтобы найти единомышленников и, возможно, будущих бизнес-партнеров. Практикум подойдет как тем, кто только задумывается о выходе на маркетплейсы, так и тем, кто давно в нише, но хочет масштабировать свой бизнес. Кажется, что программа настолько насыщенная, что без полезных знаний уйти просто не получится. Поэтому, скорее, переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране, чтобы узнать больше о практикуме и зарегистрироваться. Поехали! Вот, я всегда ставил цель – это мотивировать людей. Вот, как-то влиять на людей. Собственно, почему я начал все это делать, потому что я хотел там как-то проявляться, влиять на людей. И вот, наверное, очень приятное для меня именно то, что люди пишут, там, то, что люди подходят на улицы, там, чувак, не знаю, я там жил там. Именно англоязычная аудитория, знаешь? Когда человек просто говорит на другом языке, ты как-то по-другому все это воспринимаешь. И ты ни хера не понимаешь, да? Ты как будто ничего не понимаешь. Ты стоишь, ты ничего не понимаешь. Ты такой, а, ну, наверное, он говорит, что я его замотивировал, да? А он говорит, ты меня заскамил на 400 долларов. Чувак подходит на улице и говорит, типа, то, что ты иностранец именно, что ты замотивировал, что как-то это, да? Потому что, ну, не знаю, мне там тоже раньше много подходило ребят, они все как бы были русскоязычные, говорит, там, бля, ты мотивируешь меня, круто. Мне это тоже было очень приятно, но как будто вот для меня потом очень необычно стало, когда подходят иностранцы. И говорят со мной там на английском языке. Я все это слышу и думаю, блин, чувак вот где-то живет, там, не знаю, в Марокко, где-то в Австралии. Он говорит, что я замотивировал его, там, он посчитал какую-то мою историю жизни. И вот мне это очень сильно приятно. Очень сильно. Прикольно, да, насколько вообще так, если задуматься, мир интересен, как чувак из села, да, мотивирует какого-то типа из Австралии, который через социальные сети увидел контент. Да, я типа там даже не был, знаешь, в этой стране. Ты понимаешь, что там лететь там 18 часов, и он где-то там смотрел мои видосы, и вообще разрыв какой-то происходит. Прикольно, расскажи вот про вот эту вот историю. Ты говоришь, у тебя с детства было желание что-то кого-то вдохновлять, мотивировать. Это с чем она связана, на твой взгляд? С тем, что мы ее били в детстве. А, так ты поэтому качаться начал. Да, я начал качаться, блин, боксировать. Реально били в детстве? Да нет, бро, я скажу, что я... Не то, что били, но я там не был определенно самый какой-то популярный ребенок в школе, который там, блин, все девчонки мои, я здесь, блин, подходите. Ну, в смысле, пацаны все твои. Пацаны были мои все. Да, пацаны тоже не были. Вот, не знаю, такой был какой-то спокойный, постоянно в своем мире. Вот, всегда как-то смотрел на всех так. Понятно, что у меня там были друзья, и я, не знаю, сейчас я могу сказать, что я был какой-то другой. Ну, в принципе, такой был активный социальный ребенок, но все равно я как бы буду чуть-чуть в своем мире. И мне всегда хотелось как-то, не знаю, проявленность. Не хочу так слово-то говорить. Такое русское слово. Появился интернет у меня. Я начал смотреть и понял, что вот, я хочу проявляться. Я не знаю, ЧАЭС тебя что-ли добавить. Да, просто, блин, вырежем и все. Да, как забавно, насколько некоторые слова можно очень жестко испортить. Очень жестко, да. Если начать с помощью них продавать что-нибудь в интернете. Очень сильно. Ладно, давай, это уж ладно, это не будем обсуждать. Давай лучше про вот непопулярность. А с чем было связано? Я не знаю, ну, типа, просто как-то закрытый был человек или в чем прикол? Слушай, я был очень маленький, вот, как и сейчас. Был очень маленький, не знаю, я был всегда там ниже своих сверстников, был очень худой. Прям максимально худой. У меня была такая большая голова. Вот. И, не знаю, наверное, за счет этого я не пользовался какой-то популярностью сверстников у девчонок и так далее. Ну да, никто не любит большеголовых. Да. Вот. И с чем еще связана непопулярность? Потому что я какой-то как будто бы чуть другой. Я что-то там свое смотрел, что-то всегда в голове все думал. Блин, какие-то все странные, что-то там делают вот это. А я хочу как-то по-другому делать. А я хочу вообще вот этим стать. Зачем нам идти, блин, в школу и так далее. Что у меня вот, я помню, в детстве была очень четко такая история, что мы сидели с друзьями и смотрели, знаете, толпой, в одном этом телике таком еще, знаешь, который, вот помнишь, был очень плоский, а вот до этого были такие круглые. Мы смотрели на MTV по домам, где ходили вот к американским звездам и там типа богатые эти дома показывали. Я смотрел, думал, как это вообще, вот как тип? Там у него там заходишь, а у него там 20 машин в гараже. Я такой, что за прикол? То есть не может быть такого. Но я помню, что у меня до сих пор, знаете, такие флешбеки накатывают. Я думаю, блин, офигеть вообще. Я вот сейчас, например, в LA мы когда были, я поехал, я говорю, нет, поехали просто по холмам кататься, типа дома звезд смотреть. И мы там реально, я смотрел, где-то типа находится дома звезд, мы ездили, смотрели, знаешь, как живьем, увидели, вообще офигеть. И меня это очень сильно, я помню, так двигало в детстве. А у тебя вот был какой-то такой момент, что тебя сподвигло, будучи просто чуваком в селе, натурально начать что-то делать вообще. Слушай, я думаю, не было какого-то такого переломного момента, чтобы там что-то щелкнуло. Я такой думаю, блин, нужно снимать видосы, а потом я буду пранки. Такого не было. Но я помню, что вот появился интернет, потому что село максимально маленькое, там, не знаю, 200-300 человек. Долго не было интернета, лет, наверное, в 12-13 мне появился интернет. И тогда я увидел YouTube, увидел вот этих ребят, всех фитнес. Не знаю, как-то, может, в рекомендациях мне это попалась, качалка. Я, например, всегда занимался спортом, там, бегом каким-то, турниками и так далее. Потом мне попались вот эти качки, там, Рич Пиано, Брэдли Мартин, я помню, Ларри Виллс. Вот, это прям популярные такие чуваки в Америке. Я начал смотреть и увидел, насколько может быть другая жизнь. Потому что то, что у меня есть в селе, не знаю, это с утра, ты просыпаешься, там, идешь в школу, приходишь на огород, там, до вечера на огород, потом идешь, забираешь коров, вот, и как бы все. Это твоя жизнь, это такая рутина. Я смеюсь, но я понимаю, что это нормально, но просто забавно очень звучит. Коровы? Ну, нет, я просто, я, представьте, у меня такого не было, я не вон, что я, представьте, сходил в школу, на огород коровы. Спать, в школу коровы. Да, сто процентов, а если нет школы, ты просто на огороде, я, собственно, закончил школу, да, ты ничего не делаешь все лет, ты там на огороде 24 на 7 находишься. То, что было у меня в семье, знаешь. Я благодарен родителям, потому что они всегда хотели, что я как бы был последним в этом роду, кто работает на огороде. Вот, и они старались очень сильно, не знаю, чтобы я там учился, чтобы я там поступил в университет. А было ли у тебя такое, что, например, тебе как-то вот родители тогда в детстве уже говорили, что тебе нужно, короче, выбраться отсюда? Да. Или как-то наоборот-то они говорили, ну, нормально, сейчас подрастешь, коровы у тебя уже есть. Я помню, вот, отчетливо, что мы там с отцом каждый вечер ездили там косить траву для коров, вот, то есть там какой-то лук был, да, мы ездили косить, и у нас такая была, не знаю, спокойная атмосфера, мы там болтали о чем-то с отцом, знаешь, такие разговоры по душе прям. И он мне тогда вот сказал, и прямо вот как сейчас помню, так было на улице, холодно, не знаю, темно, и он говорит, я вот так хочу, чтобы выбрался отсюда. Реально? Потому что я всю жизнь здесь, типа, пахаю, и я понимаю, что на этом моя жизнь закончена, как бы я здесь и останусь пахать. И я, типа, очень хочу, чтобы ты вот это поехал, что-то делал, в университет поступил. И вот это у меня сильно запомнилось, и я понял, что... Ну, даже сейчас у меня эти слова, знаешь, где-то вот под корки там где-то сидят. Это сколько тебе лет было тогда? Я думаю, где-то 14. Ничего, сильно такое, я не знаю, даже мурашки по-моему. Я хочу, чтобы ты оттуда... И они, соответственно, тебя прям, ну, как бы батя наставлял, да, что тебе нужно как-то образование получить и так далее. Да, он говорил, что нет, ты в этом говне, типа, точно не будешь, я хочу, чтобы ты уехал там и так далее. Вот, и как бы я учился, не то, чтобы я там был супер успешный какой-то в школе ученик, как бы был хорошист, но вот я помню, что я вот прям загорелся целью, не знаю, эти слова мне замотивировали, что-то еще замотивировало, и когда пришло время там ЗНО, ЕГЭ, да, то же самое, я как бы учился, не знаю, в среднем классе, да, но я сдал лучше всех, потому что я сел, прям unstoppable road to the dream, я учил 2.4 на 7, не уходил из дома вообще, учил эти ЕГЭ, учил ЗНО, и прям я сам не знаю, как я так сдал, и вот получилось поступить в университет. Круто, а сейчас вот смотри, ты сказал то, что ты смотрел там на всяких звезд, фитнеса и так далее, вот смотри, ты тогда смотрел там, не знаю, на Ларе, а сейчас ты с ним как бы, ну, в довольно-таки нормальных отношениях, да, как бы вот реально, если так задуматься, то, что ты смотрел как бы на него там, да, условно, будущее пацанов, а сейчас вы как бы, ну, общаетесь с ним, да, там, я не знаю, видосы совместно записываете, что-то еще, есть какое-то, не знаю, такое ощущение, что типа, вау, как это произошло вообще? Слушай, у меня всегда есть такие эмоции с ним, не знаю, вот Мы там с ним видимся, да, я понимаю, что у меня там и больше аудитории. Вот крайний раз мы в LA видели, снимали. Я понял, что у меня больше аудитории, но я подхожу там. Я чувствую, не знаю, как будто я школьник какой-то, ашкет. Как будто я сейчас... Можно, пожалуйста, подписаться мне здесь и вот такую вот фотографию хочу с тобой. Вот, у меня такое же самое ощущение, когда подхожу к нему. И я не знаю, как-то не чувствую все равно там на одном уровне каком-то с ними. Хоть я там понимаю, что у меня там чего-то больше, чего-то меньше, но все равно какие-то для меня такие кумиры. Потому что с детства я их смотрю, и сложно, не знаю, сложно в своей голове быть выше кумира как будто. Ну, вопрос времени, мне кажется. Там, ну, как бы сам понимаешь. Да. Еще как бы... Несколько выпусков назад я рассказывал про Armas, российского производителя матрасов с собственной сетью магазинов дизайнерских товаров для сна. Сейчас в России открыто уже 22 магазина в 11 городах. И команда Armas не собирается останавливаться. Магазины открываются по модели франчайзинга. И если вы хотите стать частью франшизы собственным производством, то советую присмотреться к Armas. Armas – компания, которая имеет 20-летний опыт и экспертизу в производстве мебели и товаров для сна. И сейчас, когда рынок освободился от конкурентов, а потребность покупателей в качественной и стильной мебели осталась, Armas начали масштабироваться по модели франчайзинга. И это отличная возможность для вас, потому что у Armas понятные и взаимовыгодные условия. Нет паушальных взносов и роялти, а значит, можно быстрее начать получать чистую прибыль с проекта. У Armas сбалансированная товарная матрица, которая точно попадает в потребности целевой аудитории. Armas – молодой, но уже узнаваемый бренд. Вам не придется выстраивать его с нуля. У франшизы все схвачено. Они собрали уникальный продуктовый портфель, продумали формат торговых точек, локации и выстроили маркетинг, чтобы вам было легче начать. И еще немного цифр о франшизе. Стартовые вложения от 1 миллиона 600 тысяч рублей. Окупаемость от 10 месяцев. Доход от 200 тысяч рублей в месяц. Как по мне, если выбирать франшизу, то с собственным производством. Тем более, если от франшизи не требуют паушальных взносов и роялти, это говорит о том, что франшиза планирует существовать долго, расти и развиваться именно за счет крепких партнерских отношений. Поэтому, пока еще у Armas нет широкого сетевого покрытия, воспользуйтесь шансом и откройте первый магазин в своем городе. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше о франшизе и оставить заявку на консультацию. А также подписывайтесь на аккаунт собственника Armas Дмитрия Рогова в Инстаграме. Там вы сможете напрямую задать ему любой вопрос о франшизе. Поехали! Еще момент про детство. У тебя ты начал тренироваться и набирать физическую форму. Вот эти фотки, видосы твои прекрасные. Где ты там кирпичи поднимаешь и там какие-то покрышки, да, или там к палке, к железке покрышки. Покрывало. Покрывало. И какие-то покрышки, по-моему, да, какие-то кирпичи, камни, ну что-то, короче... Все, что было. Да, все, что было. У тебя там какие-то снасти такие были. Вот по поводу этого тоже вопрос мотивации. Я просто почему спрашиваю? Потому что в целом, как бы мне хочется, чтобы ребята, которые нас смотрят, которые, может быть, тоже там где-то находятся в регионах, смотрят и думают, блин, у меня там нет исходных данных, нету там ресурсов и так далее. вот ты там собрал каким-то макаром для себя там спортзал из кирпичей, покрышек и железок. Что вот мотиватором послужило вот это делать? Ведь это же супер неочевидно, когда все твои друзья, все вот люди, которых ты знаешь, с которыми ты ежедневно проводишь время в селе, они этим не занимаются. То есть, это знаешь, ты по сути начинаешь, знаешь, мыслить из другой парадигмы мира. То есть, как это вот произошло? Почему ты вдруг какой-то момент пришел такой, соберу себе штангу из кирпичей? Потому что, бро, у меня тогда не было вообще никаких мыслей о том, что, не знаю, это будет как-то странно, штангу из кирпичей, блин, это неправильно. Ну, если ходить в качалку, как сейчас говорят, вот это ходить только в качалку надо, да, ты там дома, это бесполезно, все, кирпичи, какие кирпичи, это грязно. У меня как будто не было таких мыслей, я всегда думал, блин, у меня вот есть условия, я вот должен выжать максимум с тех условий, которые у меня есть. У меня есть кирпичи на огороде, я беру все кирпичи, делаю там дырки, белую штангу и делаю. Не знаю, есть колеса, я беру, ворую эти колеса у соседа и делаю себе штангу. Вот, то есть у меня были только такие мысли И, не знаю Сейчас оглядываясь назад, я понимаю, что это было смело Типа, ну, ничего себе, круто Вот, даже такой, типа, немножко в шоке С этого пацана, потому что уже сейчас Как будто даже, даже не знаю, делал бы я так Если так случилось Понятно, наверное, делал бы, но в 15 лет Там 14, то есть кирпичи, брать, делать себе Саму там домашний спортзал, это круто Как будто, но у меня тогда не было никаких Мыслей, что это как-то странно Какой-то я суперкрутой из-за этого Так надо, как будто Ты думал, что это для тебя станет какой-то отправной точкой Или ты просто хотел накачаться и как бы быть побольше Бро, я хотел побольше быть, мне нравилось просто тренироваться Я вот помню, когда я сделал свой зал на огороде Я там скину тебе фотки, может, чтобы вставить Понятнее было То я прям вот начал качаться Начал приседать И я помню вот эти, вот мне было 14 лет Когда я приседал со штангой, я помню, такие ощущения были Как будто, не знаю, куда я мир поднимаю Типа на своей спине, на плечах И мне так нравилось это чувство Я просто качался там каждый день Включал музыку, колоночку, фонарик выносил И кайф Классно А в какой момент это начало приносить какие-то результаты? Вообще, вот из села, что стало первой отправной точкой В какой-то большой мир? То есть, какой вот этот момент произошел, когда ты уехал из села вообще И начал чем-то заниматься? Слушай, на самом деле, очень много времени прошло Много событий Спустя там какой-то первый результат С помощью там качалки, ютуба и так далее Думаю, наверное, лет 5 или 4 года где-то прошло Как появился какой-то первый результат Вот, то есть там я тренировался в селе Поехал в Киев университет поступил В Киеве тренировался Продолжал тренироваться Все это время, понятно, я снимал ютуб Потому что там, ну, качаться недостаточно Да просто, чтобы что-то сделать И я снимал, не было никакого результата абсолютно Прости, здесь уточняющий вопрос То есть ты начал снимать, еще будучи в селе? Да, я начал снимать Вот мне 14 лет было Где-то, наверное, в 14 я начал снимать У меня было Lenovo A570 Как сейчас помню телефон Такой сенсорный Черненький И он плохо снимал максимально Я вот снимал вот каждую тренировку свою Там вставил как-то на кирпичи этот телефон Что-то снимал И я помню, поначалу я это снимал Потому что там нужно осмотреть свою технику Как-то со стороны оценивать себя Потом я помню, думаю, зачем я это снимаю Думаю, блин, нужно какой-то архив сделать Было прикольно, вот сейчас у меня результат Я очень любил на Ютубе смотреть Какие-то там результаты трансформации Знаешь, там Дэвид Лейд Разные трансформации были Там под музыку, фотки Тух-тух-тух-тух И ты там уже большой стоишь Я думаю, блин, буду делать точно такое же Это по-любому мне где-то понадобится Пригодится Я вот начал делать На компьютере создал папку Каждая папка там с датой определенной И закидывал туда фотки С каждой своей тренировки Все это снимал И параллельно делал какие-то видосы Там как тренировки на Ютубе Там как накачать грудь Где я там просто таким лицом Как будто, не знаю, я вышел в шахты Говорю, привет, ребят Сегодня качаем грудь Еще прикол, что я не мог на русском говорить Я же не знал русский абсолютно А, реально? Да Только на украинском было? Угу Это не было на украинском Но я говорил на таком акценте Как вот сейчас на английском, знаешь Примерно так же Чисто у тебя было Да, привет, Сим Я тут вот снимаю видео Так, и что дальше? И ты в какой-то момент Начал выкладывать на Ютуб это или что? Да, я начал выкладывать на Ютуб Начал спамить во все группы ВКонтакте То есть там были группы Дотча Там Спортфаза и так далее Я раскидывал все эти ссылки в комментарии Меня во всех группах банили Вот Как сейчас помню Леха Мокшен Если знаешь канал Спортфаза Что-то я, мне кажется, я видел Я спамил в этой группе Очень жестко Там закидывал свои видосы И он меня забанил Я помню, потом пишу ВКонтакте Блин, там, мне 15 лет Я пишу им Пожалуйста, разблокируй Я больше не буду спамить Не буду закидывать свои видосы Пожалуйста, там, не надо И он разблокировал меня И вот мы были в LA Вот когда летом мы были, да Я с ним тоже виделся в LA И я говорю, бро, ты помнишь Типа, вот это Ну, я тебе писал тогда Ты меня забанил ВКонтакте Типа за то, что я спамил И он уже это не помнит Но он так удивился, что это было, знаешь И для меня так приятно Что мы там сейчас снимаем коллабу какую-то Что там общаемся как друзья А он там меня банил И потом разбанил, самое главное, да Потому что если бы не разбанил Я бы не снимал с ним Сделал бы выводы о человечке, да? Прикольно Так, ты, соответственно Ты качался, ты снимал Поехал в университет Учился в университете А в какой момент вообще первые результаты Какие-то начали получаться? Первые результаты Вот, наверное, спустя там 4 года Я снимал разные рубрики Там, как накачаться дома Как накачаться на турниках Как накачаться в ванной комнате Не знаю, там где-то еще Потом я начал снимать Все это было безуспешно, понятное дело Я начал снимать рубрику питания Вот, там, как накачаться за 100 рублей в день Там, делал какие-то эксперименты Там, закупался на 100 рублей в день Готовил этот рацион Показывал там свои рационы Потому что у меня уже там какая-то форма появилась Более-менее силовые показатели И я понял, что людям как будто уже интересно И на ютубе не было Все снимали, как накачаться Тогда была мода, как накачаться за 10 минут Знаешь, там, все снимали только эти видео Я начал снимать по питанию И вот я сейчас помню, жил в общаге Общага максимально тараканная То есть тараканы, не знаю Ты спишь, по тебе тараканы лазят Кайф Вот, я весь был искусственный Это не к тому Вот, и я для того, чтобы там Ну, какую-то кухню, да, делал Для того, чтобы снимать какие-то видосы о питании Ты тараканов готовил, да, чисто такой Сегодня ведь гриль из тараканов Тараканов панировки Я делал видео, что я, типа, в Таиланде ем тараканов Я ездил с сестрей А сестра была в сестном городе Вот, у нее была квартира там Какая-никакая И я приезжал к ней Она там убиралась Перед тем, как я приеду Я покупал продукты И снимал там, как будто я живу у сестры Ой, как будто я живу в квартире Да, и я снимал там видосы у нее на кухне И вот оттуда видосы самые первые, которые залетели Вот там, не знаю Сто тысяч подписчиков Потом там, как пить креатин 30 дней Сто тысяч подписчиков? Сто тысяч просмотров А, просмотров Да Как пить креатин миллион Просмотров набрал И вот, наверное, первое видео Именно о питании, которые зашли Слушай, а у меня знаешь, такой вопрос возник Тебе там уже сколько тогда? Лет 18, да, получается? Я думаю, где-то 18, да Лет 18, а ты до этого как бы Ну, тебе родители помогали как-то финансово То есть тебе все там оплачивали как-то твою жизнь Или ты там что-то подрабатывал Как у тебя было? Слушай, с первого курса, по сути, начиная Я уже работал Где? У тебя на подкастах Ну, нет, это понятно Самая первая работа была Это подработки У нас они как-то еще назывались, так помню Озеленение Озеленение Такое смешное слово еще было То есть ты, не знаю, ты копаешь ямы Ты там, не знаю, проводишь какие-то трубы Ты где-то там на стройке помогаешь Вот такие-то подработки Тебе, не знаю, платили там полторы тысячи рублей За сутки и вот там ты работаешь То есть самая первая моя работа Потом я раздавал листовки Это зимой, прям помню Потом я понял, что нужно что-то долгосрочное Потому что нужно купить камеру Инвестиции Да, мне нужны инвестиции И так в крипту-то, да И в крипту мы с тобой начали бизнес Да, и я пошел искать работу рестораном В ресторане официантом И вот нашел работу Кое-как меня взяли Вообще И год проработал официантом Проверили на работе официантом Проверили на работе еще доставщиком Этим курьером вещи доставлял Просто там утром просыпался, помню, 5 часов Ехал на лесную, на метро Это другой конец города С общаги Забрал огромные сумки с одеждой Вот так их нес Вот почему нес Потому что мне там давали деньги еще на такси Чтобы я доехал Ну, как бы мне нужно Кто же будет тратить деньги на такси? Во-первых, я качаюсь Во-вторых, нужно же сэкономить деньги И я такие сумки нес на метро Я помню, что в метро меня не пускали И через раз пускали Говорили, чувак, слишком большие сумки Ты извини, конечно Что-то придумай типа с этим Вот И, наверное, вот эти были мои самые такие первые работы Понятно, что там было еще много попыток Не знаю, там крошка, картошка Разные такие заведения Нет, ты больше по хак заходил, да, просто? Это уже больше, да, меня выгоняли оттуда Слушай, а вот, знаешь, у меня пора официанта Сейчас на кого не посмотри На молодых ребят, которым там 16, 17, 18, 19 лет Кому скажи, ну, как бы, знаешь, там Что там, официант там работал и так далее Молодежь смотрит так, знаешь, типа, чего Я вот, например, у меня там одна из первых работ была Я тоже не помню, сколько там лет было Лет 14, наверное, там, где-то, ну, около того Я сидел, мне там мама помогла устроиться Меня, короче, на склад отправили работать Там я занимался тем, что приходило Огромное количество бракованных коробок, короче И чтобы их можно было хоть как-то продавать Со скидкой, их нужно было резинками обматывать И я, как дурак, сидел по 8 часов в день, короче Чистые резинки на коробке наматывал В углу в пыльном сидел Наматывал, наматывал Мне вот 12 тысяч рублей в месяц я зарабатывал, короче По 8 часов, типа, 30 дней я работал Вот, нормальная работа вообще была Но сейчас вот кому не скажи Ну, так все равно Молодежь так относится, знаешь, со скепсисом Типа, если уже быть, то только блогером Вот у тебя, когда ты работал тогда, я не знаю Официантом, было ли у тебя какое-то ощущение Типа, ну, не знаю, стрёмно, как ты знаешь Так, не знаю, непрезентабельно И что-то хочется больше Слушай, брат, как тогда, так и сейчас Я считаю, что официант это вообще лучшая работа Которая может быть для молодежи вообще лучшая Потому что он прокачивает Самый важный навык это коммуникация с людьми И продажи Вот, то есть я пришел Почему я устроился с официантом Это потому что мне нужны деньги были, да, в первую очередь Там я хотел купить камеру и уйти Вот И второй, почему я пришел в официантом Потому что я хотел выучить русский язык Вот, я понял, что мне нужно снимать блог А где я могу выучить русский язык Если у меня окружение все такое Там на суржике разговаривает, да Это, ну, в каком-то окружении русскоязычном Я пришел в специальный ресторан, где говорят на русском Вот Я как бы там начал разговаривать Начал общаться с людьми Я начал прокачивать язык Плюс я начал прокачивать коммуникацию Потому что я такой был зажатый максимально, да Я начал общаться с людьми Там приходили какие-то разные люди Ты все равно с человеком разговариваешь, да Какой-то диалог заводишь Там, особенно если какие-то бухие ребята вообще Уже братья становитесь, да? И самое главное, что нам говорили в стране, что нужно продавать это, сегодня нужно продавать вот это, сегодня продаем рыбу, завтра мясо и так далее. И я учился продавать. То есть там как красиво впарить человеку мясо, рассказать, что же самое. Звучит охеренно, как красиво впарить человеку мясо. Да, да, да. Вот, и вот я думаю, вот эти три пункта прям вообще очень послужили такую решающую роль в моей карьере. Ну, если говорить о работе официанта, это лучше работа, потому что ты можешь получать деньги каждый день. Если ты студент, если ты молодой, у тебя есть кэш каждый день, да? Потому что чаевые, это кэш, как бы, ты забираешь его вечером и уходишь, что делаешь, что хочешь. Ну, а в твоем случае, если еще что-то на кухне подпортилось, я думаю... Я ел, бро, как-нибудь себя. Я помню, приносили торты на банкет, там люди на свитер. Их вечером не доедали, да? Я ходил их резать торты эти и, допустим, два кусочка. Вообще сплошные выгоды получаются. Так, ладно, возвращаемся. Ну, и в итоге у тебя в какой-то момент начали залетать видео, и ты что подумал? Ты такой, все, я теперь блогер или что? Слушай, вот я все это время снимал, когда я работал официантом. Вот две работы у меня был официант-курьер. И еще вечером у меня получалось там раз или два раза в неделю идти на кладбище. Это там был на кладбище маленький зал такой, да? За которым я, грубо говоря, присматривал. Это было как студия Road to the Dream. Там была одежда Road to the Dream. Я за ним присматривал. И я ходил туда ночью, помню, уже там даже маршрутки не ходили. Я шел туда полчаса от общаги. Кладбище это так мрачное иногда было. Такие там истории были. Вот. И там снимал еще ролики. На кладбище? Да. Ну, в студии это на кладбище. Вот, снимал ролики. Ничего не получалось, конечно же. И потом я уже проработал официантом год. Ровно год. И уже как-то я чуть-чуть, не знаю, почувствовал какую-то храбрость, почувствовал смелость. Я уже так, не знаю, пришли там новые менеджеры, начали хамить. Мне что-то пошел убрался там за столом, там что-то убери стол. Я говорю, ты пошла ты сама уберись, типа там. И меня зовет владелец в этот день. В ресторан говорит, садись. Такой серьезный мужик был грузин. Взрослый. Говорит, садись. Говорит, ты там вот что-то хамишь. Вот. Собирай вещи свои и уходи. Вот прям таким тоном мне это сказал. Спокойным таким, знаешь, со сигаретой еще. Вот. И я такой думаю, ну ладно, пойду я. Пойду я. Вот. И я помню, вот иду домой с общаги, там минут 30 идти. И в этот момент у меня ходит уведомление, что AdSense одобрил вам монетизацию на YouTube. И я такой думаю, ну если это не знак, то какой может быть еще знак? Вот. И вот я помню, вот тогда уже пошли там первые видео, по 20 тысяч просмотров я начал набирать стабильно. Уже появилась какая-то монетизация, 200-300 долларов. На то время это были деньги, которые там в принципе, там почти эти деньги я зарабатывал на работе, там официантом. И я понял, ну это прям такой знак был. Знаешь, не знаю, это везение, это знак судьбы или совпадение. Ну это было круто прям, я так прочувствовал. Здорово. И ты с этого момента полностью взялся уже, да, за как бы... Полностью прям я понял, что вообще-то просыпаюсь так же, как на работу, но при этом иду не на работу, а начинаю снимать. И еду туда, даже если нет идеи снимать, и еду куда-то в центр города. Я помню, бродил, с камеры ходил. Я снимал тогда еще влоги такие, больше у меня формат был, как влоги, да. Все я делал через влоги. Снимал там что-то, архитектуру, подсъемы какие-то с этой камерой ходил. В общаге все думали, что я сумасшедший. Вот, потому что как бы параллельно же я еще учился, две работы, да, это понятно, но я еще учился. И все думали, что я сумасшедший, потому что на первом курсе у меня был там на красный диплом я шел. Лучше всех учился, прям вообще старался максимально. Прям Rotus Dream делал максимальный, то есть все на пять было. И потом я начал забивать, начал работать, начал снимать, начал чуть больше забивать на учебу. Уже там что-то мне там про отчисления начинали говорить в универе. И все думали, однокурсницы, вот как помню, вот именно однокурсники говорили, что он какой-то сумасшедший. Типа он ходит, там что-то снимает, он еще там, еще там чуваки в его комнате траву курят. Он по ходу все, уехал. Вот, все думали, что я сумасшедший. Я вот ходил, снимал, искал как-то вдохновение. И вот получается прям 2,4 на 7 я уделял именно съемке. Вот, ну для меня это не было работы, потому что мне это прям нравилось. Очень нравилось. Не все получалось, конечно же. А ты там как часто видосы выкладывал, типа прям каждый день, или ты просто больше снимал? Нет, я думаю, там 4-5 раз в неделю выкладывал тогда. Классно. Давай теперь смотри, у тебя дальше случился такой, как бы, ну, взлет. То есть ты на этом питании, у тебя дальше начинается рост, у тебя начинает развиваться российский канал. Но там все равно тоже был момент, когда вот он не просто, как бы, полномерно развивался, а когда он тоже выстрелил. Вот расскажи, пожалуйста, вот этот вот переход, как ты нашел вообще эту тему с пранками, как у тебя получилось и как это все взлетело? Смотри, выстрелил, это уже, наверное, спустя там 3 года, когда я снимал фитнес-контент такой. У меня было 200 тысяч подписчиков именно на фитнесе. Прям такие фитнес-ребята, и я уже там, не знаю, чувствую себя нормально. Сколько ты зарабатывал тогда? Я считал тогда тысяча шесть долларов, наверное. О, ну, для чувака там 20 лет. Ну, зажиточный крестьянин. Шесть тысяч долларов. Я думал, ну, неплохо, типа, я могу там снимать квартиру хорошую, кушать, на такси ездить. У меня было классно. Главное, я могу снимать контент, там инвестировать что-то. И потом начались пранки. И за сколько? За полгода, получается, набрал миллион подписчиков. Я снимал деда. Вот, он пошел прям в вайрл. Тоже вот такие ощущения были похожи, там, не знаю, как, недавно. То есть, ты такой, ничего себе. Но я вспомню, что ощущения, которые сейчас и тогда, вот нельзя сравнить, потому что сейчас для меня те ощущения служат опытом, да? Как бы тогда я мог, не знаю, кайфовать. Я там снимал раз в неделю, я расслаблялся. Думал, блин, как круто летит все. Смотришь на цифры, обновляешь, кайфуешь, там, полдня. Вот, сейчас такого нет. Вот тогда прямо такое было, знаешь, ощущение эйфории, ощущение того, что все классно уже. Если это взорвалось, это никогда не пропадет. Вот так не работает. Так, и у тебя в тот момент, я так понимаю, какие у тебя были источники дохода, когда это выстрелило? У тебя реклама была, плюс официальная монетизация, еще что-то было? Смотри, была реклама, официальная монетизация, были программы тренировок, я делал как запуски, типа. Ага. Вот, делал как запуски, не то, чтобы там что-то супер-хорошо получалось. Получалось только, не знаю, кринж поймать для себя больше с этих запусков. Вот, ну, в принципе, тоже получалось неплохо. У тебя какой-то триггер, да, с запусками? Да, да, да. Ну, я помню, мы разговаривали про запуски, это отдельная тема. Но, тем не менее, короче, вот делал это. Да, да. Так, и дальше у тебя произошел как бы взлет, то есть ты стал, по сути, и вот, кстати, самое интересное, я тебя на тот момент не знал, хотя я так более-менее как бы за ютубом следил, я, может быть, просто именно фитнес-тематика как бы не сильно следил, но я вот тебя, может быть, я видел, но я на тот момент не помню, по крайней мере. Да, ну, не зацепило просто. Да, ну, возможно бы. Но ты мне говорил, что ты как бы прям конкретно тогда взлетел, что там нормальные рекламодатели подтянулись, и что там деньги пошли, и что там вообще все было прям кайфово. Да. Расскажи подетальнее. Слушай, реклама тогда стоила, я помню, 1300-500 рублей. Ага. И я думал, капец, там, не знаю, месяц назад у меня реклама стоила 50 тысяч рублей. Я думал, все, я, не знаю, у меня самая дорогая реклама в мире, наверное. Вообще, там, я 60 секунд снимаю, 500 тысяч рублей падает. Для меня это было прям много, очень много. Вот. И были такие классные ощущения, конечно, круто, я там снимал, был доволен, замотивирован, такая эйфория приятная. Но вот я помню, что я был моложе намного, да, и я быстро как-то привык к этому. Вот. Очень, я думаю, что важно не привыкать к каким-то результатам. Опять же, хотеть большего постоянно, там, не знаю, продолжать что-то менять, потому что здесь ты привыкаешь, ты получаешь удовольствие от этого. Классно, круто. Не то, чтобы нельзя получать удовольствие, но ты попадаешь в зону комфорта. Вот. И вот тогда я попал в зону комфорта, я думаю. А вот если сейчас повернуться немножко назад и проанализировать, то есть у тебя, давай начнем с хорошего, то есть какие-то, назови одну, две, три вещи, которые, на мой взгляд, тебе помогли вот в конечном итоге прийти к результату на российском рынке, так или иначе, и набрать аудиторию. То есть какие-то, я не знаю, какие-то, может быть, качества, что-то там супер-мега-настойчивое было, или что-то много форматов пробовал, или еще что-то, один-две такие ключевые мысли. Слушай, я думаю, самое первое, это, наверное, постоянство, потому что я прям жил этим. Вот на протяжении, там, не знаю, шести лет до момента, как это все зарвалось на русскоязычном ютубе, я прям жил этим. То есть там я просыпался, я думал, какие идеи, я снимал, целый день снимал, что-то монтировал, потом снова переснимал, потому что я максимальный перфекционист. Да, мы уже знаем теперь. Мы уже здесь снова. Вот. И потом монтировал ночью и выкладывал, снова утром просыпался, смотрел на эти просмотры, блин, какая-то мотивация еще больше появлялась, смотрел комментарии, круто, прикольно, снимал дальше. Я думаю, что, наверное, про единственное это постоянство. Я не могу сказать, что там вот постоянство, еще там, не знаю, желание какое-то. Я думаю, постоянство ключ всему, абсолютно. Но потом у тебя произошла вот эта история с зоной комфорта, что ты подрасслабился, раскайфовался, купил тачку, начал там как-то деньгами подразбрасываться, и наоборот, собственно, у тебя пошла какая-то отрицательная динамика, правильно же? Я думаю, что да. Не то, чтобы это была какая-то там суперзвезда, вот, я там поймал звезду, но, опять же, это была зона комфорта. Живешь в Москва-Сити, у тебя классная машина, самая быстрая. У тебя там, не знаю, есть, что есть, ты не смотришь особо там на цены, там ты кушаешь, прикольно. Такие человеческие потребности я закрыл. Вот, самые такие базовые. И я думаю, что я подрасслабился. Потому что такой какой-то период был, не знаю, как будто вот нужно покайфовать, я поработал, вот. И вот пошло прям чуть-чуть все вниз. Не то, чтобы вниз прям по цифрам пошло, но вот по состоянию, по самочувствию моральному. Пошло все вниз, потому что пропал какой-то креатив. Я понимал, что уже, там, не знаю, 8 месяцев подряд я снимаю эти пранки. Как бы все одно и то же, просмотры есть. Блин. А вот новых идей как будто нет. Я не знаю, что я хочу делать. Я вроде хочу и влоги снимать еще. Но при этом этот формат меня держит. И чуть-чуть как будто вот запутался в этом всем. Вот если бы ты сейчас мог вернуться в то время и дать себе какой-то совет, какой бы ты себе совет дал? Пойти из зоны комфорта. Что это значит в твоем понимании? Просто уехать в другую страну, это самое простое, что может быть. Это не является ли какой-то опрометчивой такой историей? Смотри, у тебя есть активы, у тебя есть канал, у тебя там все, уже есть ресурсы просто взять все, бросить и заняться чем-то другим? Ну, опять же, я это говорю из своего опыта, да, потому что как у меня случилось, забегая наперед, я просто уехал в другую страну без ничего. Там у меня была какая-то сумма, да, которая мне там хватило несколько месяцев. Я просто уехал без ничего, без языка, вообще без ничего. И это сработало. Я не говорю, что это сработает на каждом, это 100% не сработает на каждом. Но я думаю, что в той ситуации мне нужно было именно это. Потому что, не знаю, у меня такие там загоны были, не знаю, там проблемы с отношениями, проблемы с этим, проблемы с друзьями. И вот такой период был как будто вот... Сложно, капец, но нужно сделать еще сложнее, чтобы тебе как будто вот перекрутило эту шестеренку в голове, и ты начал прям по-другому работать, мыслить. Ну, давай тогда все равно про этот момент переломный поговорим. То есть, оно начинает по нисходяще как-то идти, ты чуть подзабиваешь, и что было дальше? Что было дальше? Дальше получается, все уходит прям вниз-вниз-вниз. Я уезжаю в Дубай, я там продал машину, вот просто взял один чемодан, все это вещи раздал друзьям, все, что было там, подавал, что-то повыбрасывал. Вот просто с одним чемоданом мне продал машину. Ну, я, как сейчас помню, вот прям долго я жалел, потому что машина стоила 120 тысяч долларов где-то, да, если сейчас считать, но я продал ее за 50, потому что с разницей в курсе я продал по 130, когда рубль был. А, когда ты, в общем, инвестор грамотный, да? Я проинвестировал очень грамотно и продал там чуть ли не три раза дешевле. Я уехал, у меня было там 40 тысяч долларов, 45-50, и приехал сюда офигел, потому что, если в Москве, не знаю, там тебя все узнают, здороваются, ты приходишь в зал, там каждый зал бесплатно, по сути, да, круто, все друзья. Здесь ты никто не знает вообще, ты никому неинтересен максимально. Какой-то тип, не знаю, там приехал, может, какой-то турист. Вот, я офигел от этого. Не то, чтобы я хотел там, не знаю, красную дорожку, но это, в любом случае, контраст какой-то. И второе, то, что у меня не было языка. Третье, то, что я понял, что деньги, которые я зарабатываю на русскоязычном ютубе, эти деньги точно не... Недостаточно этих денег, чтобы жить в какой-то другой стране, в англоязычной, там, Дубае, Америка и так далее. Страны, которые намного выше уровень жизни. И я понял, что нужно прям что-то работать нормально. И в какой момент ты решил, что нужно снимать, ну, что-то похожее, но на английском языке, учитывая то, что у тебя нет английского языка, и то есть как-то ты вдруг... То есть у меня, например, смотри, вот все, с кем я разговариваю, я знаю много ребят, которые создают какой-то контент на русском языке, да, и они смотрят как бы на мировой рынок и хотят что-то создать. Ну, и в целом, и моя дилемма тоже, при том, что у меня довольно неплохой английский, но у меня все равно такое, знаешь, какое-то типа ощущение, да кому я там типа нахер нужен? Там огромная конкуренция, куча контента, зачем все это нужно? Были ли у тебя какие-то такие мысли? Это первое вопрос. А второе, в какой момент ты все-таки все равно решил, что надо что-то попробовать снять на английском? Начал снимать на английском сразу, как только приехал, потому что у меня другого варианта не было. Как бы на русском тут никто не говорит. И я понял, что... Я как бы не ехал такой, думаю, блин, буду снимать на английском. У меня не было каких-то конкретных планов. Я ехал, вот прям all in, да, я все поставил, поехал, даже не знал, что будет делать. Это как, не знаю, какие-то вот истории, когда люди в Америку уезжают из страны с миллиардерами. Вот. Не знаю, это про меня или нет, но я вот приехал и понял, что ну, а на английском нужно снимать. В зале чуваки не говорят на русском. Я просто без знания английского языка. Помню, вот первый видос у меня был друг Паша, он учитель английского, он хорошо знает английский, прям классно. Я помню, просил его помогать, там, присутствовать на съемках, потому что там вижу, там, сейчас вот эту реакцию сниму, да. Я подхожу к нему, говорю, а как будет убраться здесь? Вот самая фраза, самая первая фраза, самая легендарная, которая сейчас есть, да. Can I clean here? Да, да, да. Могу ли здесь убраться? Я говорю, бро, как будет, могу ли здесь убраться? Он говорит, can I clean here? Я такой стою, там, пять минут, can I clean here? Говорю, я прокручиваю, чтобы запомнить все это. Подхожу к чувакам, говорю, can I clean here? Вот. И как бы все это начало работать вот так, да. То есть я заучил какие-то фразы, взаимодействовать с людьми. И я думаю, что, наверное, это самый лучший способ выучить английский, там, взаимодействовать с людьми, да. Даже если ты не знаешь английский, ты пытаешься что-то понимать. Иногда ты просто делаешь вид, что ты понимаешь, в 90% случаев в то время. И вот так и начинается работать на английском. Круто. Но оно ничего, собственно, не шло. Да, вообще ничего не шло. И как бы, вот смотри, вот я пытаюсь просто представить себе ситуацию. Ты приезжаешь, оно, значит, ты такой вабанк ставишь, у тебя есть какой-то лимитированный запас денег, ты начинаешь снимать, оно не идет. И твои мысли в этот момент. Ну, то есть оно не идет. И что ты делаешь? То есть такое, ну, буду больше. Ну, как бы, не то, чтобы оно не идет, потому что я выкладывал все это на русскоязычный YouTube тоже. А, тоже. Мы делали субтитры на русскоязычном. И плюс у меня был какой-то там суперинкогнито канал на англоязычный, вот, куда мы тоже это все выкладывали в тихую. Типа, только никому не говорили, что канал, чтобы вдруг русская аудитория увидит, это не сработает, там не полетит вайрл на английскую аудиторию. На русскую аудиторию это шло, возможно, раза в два хуже, чем пранки, которые были с Россией. Вот, но они как бы все равно шли. Чуть-чуть шли, я какие-то там деньги зарабатывал, не знаю, чисто, чтобы там снять жилье, поесть, заплатить оператору, и все, наверное, да. То есть это мне очень помогало, что у меня уже был какой-то такой источник дохода, который чуть-чуть переносил мне, чтобы у меня было чуть-чуть время, да, поснимать там на англоязычный канал, чтобы чуть-чуть поработать, поменять формат. А был ли у тебя момент какой-то, когда ты все это делаешь, оно вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и там оно идет по нисходящей, ты думаешь, блин, ну, брошу вообще все это, пойду уборщиком работать. Вот так и случилось. Да, да, да. Не, ну реально, был какой-то момент, когда такой брошу все это, вообще типа нужно заниматься этим и чем-то другим. Слушай, на самом деле, за все время там, сколько я снимаю, не было, наверное, ни одной такой мысли, чтобы я прям себе сказал, блин, бросай все это, не хочу, задолбало, не получается. Вот, ну и в этот раз тем более не было, потому что когда у тебя там, не знаю, миллион триста на ютубе русскоязычном, ты не можешь бросить, ну, камон. Ну, это глупо. Вот, не знаю, там убить еще два-три года, чтобы что-то новое учить, или что-то где-то там получилось, это глупо, поэтому таких мыслей там не было. Я прям... Ну, мне было интересно, потому что, во-первых, другая страна, вот, другая культура, другие люди, тебе интересно снимать. И намного, на самом деле, интереснее снимать здесь, чем там было снимать в России или в Украине снимал. Потому что здесь, во-первых, разные люди постоянно, да, с разных стран, то есть мультикультурная максимально, страна Дубай. Ты со всеми общаешься. Страна Дубай. Страна Дубай хорошая, очень нравится. Вот так, кстати, мне кажется, все и думают. Да, Дубай это страна, да? В том числе я, да. Мультикультурная страна, да? Да. Вот, и здесь было интересно снимать, потом я как-то не задумывался, что надо бросать что-то. Я пробовал и старался, и работал. Слушай, а вот этот вот твой фанатизм к съемке или еще к чему-то, вот ты когда-нибудь анализировал, вот откуда этот фанатизм такой взялся? Это тебе именно как-то, я не знаю, в детстве задело, что вот именно можно быть медиа там звездой, или тебе просто сам процесс съемки очень нравится, или что? Какая самая любимая для тебя часть вообще в этой работе? Слушай, я думаю, фанатизм прям с самого детства, потому что я помню, что вот я играл в игры. У меня, я очень много с чем фанател, не знаю, там, начиная от компьютерных игр, я играл в World of Tanks, я хотел быть лучшим в мире, у меня есть цель, я играю 12 часов в день, все. Больше ничего мне не интересно. То есть, если я зациклюсь на чем-то одном, я прям долблю до Талова. Потом, я не знаю, там я занимался, я помню, занимался... Не повезло Ларе. Что? Ну, ты говоришь, долблю до Талова, не повезло Ларе. Обраточками. Потом я занимался спортивным ориентированием. Спортивным ориентированием все такое? Это бегать нужно с компасом, там, где есть карта, да, компас, лес, например, да, это есть точки, где нужно там собрать все точки. На самом деле, максимально интересная штука, очень интересная. Вот, как в плане нагрузки, очень большая нагрузка, потому что ты бегаешь там 12 километров дистанции, там, по лесу какому-то. Вот, и в плане, конечно, что тебе нужно искать что-то, какие-то закладки там и так далее. Я понимаю, это была вторая работа. Фу, оговорился. Вот, то есть, во всем у меня был фанатизм. И вот самое, наверное, такое, самое большое вспоминание, которое у меня связано с фанатизмом, это то, что я очень сильно болел еще в детстве. Я как был такой ребенок, знаешь, болезненный, там, постоянно грипп, сопли, насморк, что-то еще. И меня лет в 13 повезли к какому-то доктору, там, куда-то за три земель, под Чернобылем это было, как сейчас помню, вот прям рядом с Чернобылем. Повезли к этому доктору, мужику. Это было связано так, там, какой-то там дар у него был наследственный, что он прям лечил людей. И меня повезли, да, и я помню, захожу к нему там в комнату, там он говорит, садись, там, сюда. Мама еще со мной тоже. Сел на стул, он там начинает читать молитвы какие-то и говорит там, что-то возле головы тоже там, руками водит. И говорит, ого. Вот говорит, вот прям дословно помню, говорит, ты очень сильный, типа. Говорит, ну, типа, твоя проблема в том, что если ты, ты очень сильно зависим, типа. Вот, если ты чем-то увлекаешься, ты, типа, делаешь это до конца. Говорит, типа, главное, типа, чтобы то, что ты увлекаешься, было здоровым и хорошим. И тогда ты будешь, типа, капец успешным. Я тогда так запомнил, потому что я, уже у меня были какие-то, я понял, что, блин, да, я реально сильно там зависаю от чего-то, да. Если я что-то делаю, там, игра, игра я до конца. Если я бегаю, я бегаю до конца. Если я делаю там какие-то подделки, спичек я делаю, там, я делаю до конца. Мне это сильно запало в голову. И, наверное, часть это могло меня как-то уберечь само себя от каких-то вредных привычек. Вот, там, не знаю, там, алкоголь, там, что-то еще посерьезнее. Вот, потому что я понимал, что, блин, если я начну, то будет, типа, так себе. Вот. И я, как бы, акцентировал это все в какие-то хорошие дела, там, в съемке, в ролике и так далее. Круто. Ну, классно, что тебе этот шаман сказал что-то хорошее. То, знаешь, бывают истории, когда кому-нибудь что-то скажут. Бру, даже если он соврал, я очень благодарен. Благодарен ему за его броню. В целом, очень-очень хорошо. Очень красавчик. Это, знаешь, как про астрологию. Типа, вы верите в астрологию? Ну, типа, пока она мне помогает, верю. Как кто-то перестанет помогать, перестану верить. Да, да, да. Короче, и оно по итогу. Ты, значит, фанатично подходишь ко всему этому делу. Ты все это дело пишешь. Оно в какой-то момент взрывается, начинает приносить тебе аудиторию. И вот сейчас мы оказываемся в текущей точке, где ты очень быстро растешь. У тебя классно размещают и покупают рекламу. У тебя работает YouTube. У тебя куча всяких разных знакомств. Расскажи вот на текущий момент, что у тебя была исходная, там, российская, например, ситуация, такие, там, доходы, источники дохода. Как сейчас выглядит вообще то, на чем ты зарабатываешь деньги? Потому что аудитория – это классно, на чем ты зарабатываешь деньги? На чем я зарабатываю деньги? Думаю, прежде всего, это программа тренировок, веб-сайт. Вот. То, что мне максимально приносит удовольствие. Потому что, не знаю, если сравнить те запуски, там, те веб-сайты, которые у нас были на русскоязычной аудитории, сейчас это прям максимально большая разница, потому что мне не приходится практически ничего делать. Я, не знаю, делаю сториз, откладываю ссылку и покупаю лучше, чем за один запуск на русскоязычном. Вот. Это, наверное, первый случай дохода такой основной. Потом, конечно, там, монетизация YouTube, рекламные контракты, которых, в принципе, не так там много, чтобы прям было. И интеграция на YouTube. Ты рассказывал историю про монетизацию у меня, но тебе придется рассказать еще раз про то, как ты хотел машину купить. Да-да-да. Вообще, в целом, если сравнить, всегда были такие легенды, да, русскоязычная монетизация, ингоязычная. Почему все хотят снимать на английском? Потому что там монетизация супер высокая. Вот, я всегда тоже это слушал, думал, блин, ну, прикольно. Не то, чтобы это была моя какая-то основная цель, я снимаю видео, потому что я хочу монетизацию на английском YouTube. Нет. Я помню, что вот только начал приедеть англоязычный канал, там была уже какая-то, были какие-то цифры по монетизации. Я помню, это было там 2, там максимум 3 тысячи долларов показывала первый месяц. Я думаю, блин, круто. Как бы 2-3 тысячи долларов в месяц стабильно, это прикольный такой-то бонус. Это в зарубежном канале? Да, англоязычном. То есть, все начало идти уже. Я думаю, вот у меня сейчас нет машины, я так хочу обратно машину купить. Вот я там продал М5, эту, блин, легендарную, там 800 сил, я прям, не знаю. И у меня снилось она ночами очень много, если честно, бро. То есть, единственные сны, которые ужасом у меня были, это сны ужасов с деревни. Это когда я не могу уехать с деревни. Вот. Жесткий сон. Это для меня это максимальный жесткий сон, потому что я как будто я застрял в деревне, да, и мне приходится всю жизнь там работать. Вот, это самый жесткий сон. И второй сон, который появился, когда я провел машину, это то, что у меня есть машина, но ее там что-то разбили, и я не могу к ней подойти. Вот она как будто здесь, я не могу к ней подойти. Вот. Я понял, что вот, блин, есть мотивация, я хочу как будто вот сейчас там подкопить чуть-чуть. Вот, не знаю, год-два пройдет, эти деньги будут отдельно где-то собираться по чуть-чуть, я куплю машину себе обратно. Думаю, блин, круто. Какая-то тактика есть. Как будто у меня уже там, ну, есть машина, да, вот, есть уже, две-три, потом начинаю все лететь. Второй месяц там было побольше, где-то 70 тысяч монетизации. Побольше, да. Две-три, 70, да, да. И потом, ну, вот, на третий месяц уже 170. 170 тысяч долларов ютубовской монетизации. Да, то есть за месяц. Вот. Это, к слову, к тому, насколько там большая и маленькая разница на ютубе русскоязычном, американском. Вот. То, что там на русскоязычном у меня был максимум, наверное, 22 тысяч долларов. Это прямо, я не знаю, там чуть ли не миллиард просмотров был. Вот. И здесь там у меня были какие-то адекватные цифры, но при этом 170 тысяч монетизация. Для меня это было, как для креатора, да, который всегда там делает ютуб всю жизнь. Я прямо офигел, потому что там, ну, это какие-то цифры, которых я не думал, что так можно. Прикольно. Да. И вот ты такой, ты видишь, что идут эти цифры, и у тебя появилось какое-то чувство, что, о, типа, жизнь поменяется, что я снова на коне. Слушай, думаю, да, бро, потому что для меня монетизация никогда не была основным источником дохода, как для всех, наверное, ютуберов, да. Это всегда был приятный бонус. На что-то больше там потратили на какие-то хотелки, там вещи, которые ты обычно не потратил деньги. И когда я увидел эти цифры, думаю, что, ну, ничего себе. Во-первых, монетизация всегда это стабильность источник дохода, который там не пропадет резко никогда, и который всегда, как бы, будет на фоне где-то там что-то капать каждый месяц. И, конечно, это дало мне какую-то уверенность, прям, не знаю, заряд, и уверенность в завтрашнем мире, так сказать. А сегодня, как говорится? А сегодня, как говорится? Завтрашний день. Завтрашний день не каждый может смотреть. Да, а у тебя есть какой-то, ну, типа, тренд, он, так как у тебя все равно, я так понимаю, там, контент, он, ну, определенный цикличность имеет, то есть он не вот так постоянно вверх идет, да? Вот сейчас спустят почти там уже год или сколько прошло времени, да, там, это, вот эта монетизация, она скорее растет, стагнирует или падает? Я думаю, она скачет, понятно, что она сейчас ниже, чем 170 тысяч долларов, да, но она, как бы, там, все равно вот так всегда. Вот, это зависит, в принципе, от того, если у тебя залетел ролик, не знаю, на 10 миллионов плюс, значит, он потащит за собой все другие ролики. По крайней мере, 3-4, он точно с собой возьмет на прицеп, и они поедут. Вот, и это значит, будет хороший месяц. И все, типа, нормальный. А сколько миллион просмотров приносит монетизация ютубовская? Я думаю, где-то 3. 3 тысячи долларов? Не, 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 подожди. Смотри, даже сейчас. Не буду открывать. Вот есть очень классные кейсы, зависит ролик от того, куда он улетает. Вот один из роликов последних, он набрал, как будто слабее всех, вот, очень слабо пошел, но при этом аналитики максимально американской аудитории. А, то есть, условно, если он летит в Индию куда-нибудь, то там дешевле будет монетизация. Очень русскоязычная, ты же знаешь. Но вот там полтора миллиона, он принес 10 тысяч, по-моему. То есть, можно посчитать, там около 4, наверное, да, там что-то будет. Блин, классно, да, конечно. Такой приятный бонус, потому что сейчас-то на российскую аудиторию отключили вообще монетизацию. Да, да, да. И мне там вообще, то есть, у меня подкасты смотрят где-то 4 миллиона в месяц, 4 миллиона просмотров суммарно, и это приносит, типа, там, 3 тысячи долларов всего, то есть, вообще смех. А где много вставок рекламных в ролике? Он же длится долго. Да, так суть в том, что он показывается только зрителям, не из России. То есть, там минимальное количество. Там не так много у нас стоит, но суть не в этом. Суть в том, что он показывается только тем людям, которые не из России, а их все равно, как бы, там не такое большое количество. И в итоге получается, что еще до отключения у меня было гораздо меньше просмотров, а монетизация приносила больше. То есть, конечно, такой приятный бонус подострезали с монетизацией. Ну, тебе, мне кажется, особо неприятно, это потому, что, как бы, тем длиннее видос, тем больше монетизация, да? Да, 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 конечно. Ты мог бы, типа, нормально сейчас. Я вот знаю, что у Рогана, его купил Spotify, но, типа, ему по контракту разрешили самые популярные выпуски, там, типа, с Илоном Маском и так далее оставить на Ютубе, и ему разрешили клепать вот эти клипы. Ну, понял, нарезки, там, по 10-15 минут из подкастов ему разрешили делать на Ютубе. И они там делают этих клипов какое-то бесконечное количество, и там монетизация просто сумасшедшая. Типа, миллионы долларов просто это приносят, потому что там этот каждый клип набирает несколько миллионов, они их по 5 штук в день фигарят, и там эта монета приносит миллион. То есть, и в реальности, если так в целом посмотреть, это, конечно, очень... С точки зрения Ютуба, это вообще очень классная тема, то, что если человек создает классный контент, он залетает, это такая, как бы, супер-мега поддержка. Да, то, что сейчас делает Snapchat, как раз, вот. Ну, да, Snapchat. Я тебе уже в 60-й раз говорю. Да, да, но я... Не потому, что... Я пока сам ничего не придумал, кроме того, как голые фотки свои постить туда. Ну, как... Ну, у меня для этого OnlyFans есть, в конце концов. Ну, там, кстати, цензура жесткая, там, даже если там мат какой-то, ты улетаешь. А, да, реально? Я думал, там что-то как в Твиттере, типа, вообще без цензуры. Жесткая. Ну, я... Здесь офис, как бы, Snapchat тоже есть, я был, и там жесткая цензура очень, потому что, как бы... Ну, во-первых, мусульманская страна, да, во-вторых, я думаю, что это такая платформа более про взрослую аудиторию, потому что очень много людей, которые подходят ко мне на улице, замечаю, именно взрослых, они фоткаются прямо в Snap. Да, я вообще был удивлен. Я думал, что Snap – это тема для 15-летних ребят. Вообще, сейчас нет вообще. Я был в Лондоне, я сидел в кафешке, и сидели мужики, 40-ка плюс летние, и вот там вот это вот в Snap'е, вот эта белая рамочка такая, которая они как вспышка сразу... Да. Я смотрю, думаю, что это тема, потом понимаешь, они в Snapchat выкладывают, что происходит. Да, еще они все с масками. Вот мне прикалывает, когда чувак подходит, взрослый чувак, там 30 лет, вроде все нормально в жизни, он подходит кучать Snap и начинает... Маску выбирать? 5 минут перед тобой выбирать маску. Я думаю, да, чувак, сфоткайся, ты уже какой-то, не знаю... Потом наложишь. Потом обработаешь там себе. Я могу тебе сам обработать, ну, давай, блин, как-то... Угаришь. Хочу от тебя 3, 4, 5, 10, 15-20 классных историй про то, что приносит тебе медийность и что приносит тебе международная аудитория. Ты уже, опять же, мне какие-то из них рассказывал, но, тем не менее, мне кажется, что вот истории, для меня они, на самом деле, вот в первую очередь вообще являются какими-то такими, знаешь, не то чтобы шокирующими, но очень мотивирующими, когда ты мне про что-то рассказываешь, про какие-то знакомства. Ну, ты когда мне рассказывал, что у тебя Джо Роган подписан. Я такой думаю, блин, вообще мега. Ну, то есть, для меня Джо Роган это чувак, который вообще меня вдохновил как бы на подкасты. Я смотрел, я думал, блин, как классно он делает, вообще какой крутой тип. Вот, и там, надеюсь, он на меня тоже когда-нибудь подпишется. Сто процентов, бро. Вот, но классно, то есть, для тебя вот есть такие бонусы. Мне прям хочу, чтобы ты порассказывал истории какие-то, которые тебя больше всего за душу взяли. Слушай, наверное, самая такая история, которая впечатлила меня, это, наверное, знакомство и вот поездка в Бахрейн, когда мы познакомились с принцем Бахрейна. Вот, не знаю, может, кто-то даже не знает такую страну. Вот, это тоже маленькая страна, реально похожая, да. Нефтяная страна, в принципе, очень такая, самодостаточная. Вот, то есть, там очень похожий город на Дубай. И вот нас туда пригласили. Вот помню, это был вечер, мне что-то пишет чувак, пишет Ларри Виллс, могу ли дать тебе твой контакт кому-то там. Я говорю, да, давай. Пишет потом мне этот чувак, говорит, я вот тут Ларри Виллс, и там мы хотим тебя пригласить в Бахрейн. Вот, я говорю, что делать? Он говорит, пока не знаю, что делать, там хочет человек, чтобы видеться. Я говорю, что за человек? Он говорит, ну, мы не можем назвать этого человека. Я думаю, блин, интересно как-то. Я не стал спрашивать, что за человек еще раз, потому что нельзя называть, да. И мне стало так интересно, я посылал себя с друзьями, и мы понимали, что, ну, лучше поехать. Вот, понятно, что угодно там может быть, не знаю, какой-то чувак, может, по угару позвал, знаешь, мы прилетим. Он такой, а, прикольно, лети обратно. Вот, мы полетели, вот, и в итоге это был как раз-таки принц Бахрейна. Вот, максимально все было как-то так, знаешь, антуражно, что ли. Максимально культурный чувак, очень воспитанный, очень такой приятный. Вот, мы с ним поболтали, там, посидели чуть-чуть, потом поехали, пошли на ужин, поужинали. Вот. Ну, в целом, очень гостеприимно нас приняли. И вот было, наверное, да и сейчас, как бы, для меня очень приятно было, что ты, что я увиделся с человеком, который там, как бы, президент страны, по сути. Я, вот ты, например, смотри, тебя зовут, то ты приезжаешь, понимаешь, что это принц Бахрейна. Да. И, как бы, у тебя внутри какие ощущения вообще? Ну, то есть... Слушай, мы приехали туда, я понимал, что, наверное, какой-то большой чувак, 100%, да, ну, мы тоже догадывались. И потом говорят, ну, это принц Бахрейна. Не то, чтобы я как-то удивился, я какой-то был больше такой excited вот этой встречи, вдохновеленный, максимально, блин, интересно. И мы, помню, я был с другом, я другу предложил, поехали в Бахрейн. Он говорит, зачем? Я говорю, так, какой-то чувак позвал. Он говорит, ну, интересно, погнали. Вот. Мы погнали, приезжаем. И нам, на самом деле, больше максимально было, мы всего, со всего угорали, знаешь. Мы как-то воспринимали все через юмор. Возможно, мы как-то там переживали. Конечно, мы переживали, когда все это происходило. Вот. Мы как-то так жестко шутили, помню, друг над другом. А давай сейчас, а что если сейчас это сделать? Что если это сделать? Какие-то такие максимально, знаешь, вещи, там, не знаю, даже некультурные, когда прокручивали шутки какие-то. Нам было по угару, так прикольно. Мы там сидели, помчались, друг друга смешили, там, смеялись до слез. И было максимально прикольно. Но у тебя есть ощущение, что, я не знаю, ты попал в какую-то вот элиту, верхушку? То есть, у тебя есть ли у тебя ощущение, что наличие большой международной аудитории открывает тебе двери куда угодно? Слушай, бро, определенно, особенно, когда там, он же тебе говорит, что, бро, если какие-то проблемы будут, ты можешь обратиться ко мне, вот, ты понимаешь, что, ну, блин, прикольное ощущение. Вот, какой-то, как будто, такой у тебя есть, иншуранс какой-то, знаешь, дополнительный. А у тебя еще есть история про то, что тебе, я забыл, ты, то, что ребята из органов дубайских тебе подошли и сказали, мы тебя смотрим, давай мы тебе золотую визу сделаем, или где они, я забыл, где они к тебе подошли. Это было не совсем так, это было больше, как компания, которая, сейчас я работаю с компанией доставка здорового питания, у них, это ребята с полицией, да, они, как бы, у них есть эта компания, и вот они, как бы, помогли мне это все сделать. Вот. Но я думаю, что это прям сложная какая-то супер история, Golden Visa, потому что там, не знаю, есть, наверное, еще какие-то люди, через которых я мог бы это сделать, но вот я благодарен им, что мне помогли это сделать, Golden Visa прям тема. Расскажи еще какую-нибудь классную историю, когда, я не знаю, ты с кем-то познакомился, или тебе кто-то написал, или еще что-то, когда ты понял, блин, как классно, что аудитория у меня открывает большие двери. Из последнего, то, что я тебе рассказывал уже, это как раз-таки Дана Уайт. Вот, то есть нас там пригласили на UFC 204 был. Да, тебя тоже позвал там кто-то, кто-то статный. Да, нас пригласил министр культуры Абудаби, который как бы там за UFC все это отвечает. А как это происходит? Тебе в Инстаграм пишет министр культуры Абудаби, или, то есть как происходит приглашение? Нет, это мой менеджер связался с ним. А, мой менеджер. Мой менеджер. Твой, твой, да, да, я понял, это же я и замутил, мой менеджер связался. Это ты же и связался. Да, я тебя пригласил. Тебе министр культуры Абудаби. Так, что менеджер связался? Да, и мы поехали туда, он пригласил на ужин какой-то, который был перед UFC. Мы приехали, как бы там красная дорожка, все классно. Вот уже большие люди, большие люди с Абудаби, большие люди в целом с UFC, там бойцы разные, там чемпионы. Ну, а ты убирал просто, А я просто убирался, и вот, и поехал домой потом. И потом приходит Дана Вайт, и он там фоткается, он как раз таки разговаривает, стоит с этим там на красной дорожке, с министром Абудаби, вот, что-то разговаривает. Мы подходим к ним, стоим, я смотрю на Дана Вайт, а мы стоим так в сторонке, как все люди, там куча папарацци, знаешь, разных с камерами снимает. Я стою, как в отмече, смотрю на него, рассматриваю. Вот, потому что всегда, когда ты видишь человека только на экране, да, там в телефоне, в телевизоре, неважно, тебе интересно, как он в жизни. Ты смотришь, каждый пиксель его так рассматриваешь. Вот, я стою рассматриваю. И потом мы говорим, как раз таки министр Абудаби, блин, а можем мы как-то с Даной Вайтом, типа, поздороваться, хотя бы сфоткаться? Говорит, да, 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 конечно. Вот, и он меня берет за руку, вот, очень нравится мне этот жест у Рабова, то, что они сразу, что-то нужно сделать, они тебя берут за руку, ведут, вот у них так, знаешь, принято, типа, пошли со мной. Он тебя берет за руку, так ли, и вы идете. Я понял, что-то сейчас будет интересное. Он подводит, говорит, Дана Вайт, вот этот чувак, это он, убирается в зале, и Дана Вайт, я вижу по-другому лицу, что он такой поддакивает, типа, да, 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 типа, я там видел, видел, видел. Вот он говорит, ну, это же тот же, типа, он понимает, да, что он Дана Вайт не понял. Он говорит, это же тот же чувак, который уборщик. Он говорит, а, уборщик, да, я видел, говорит, ты, капец, типа, взорвался, там начинает мне рассказывать, я вижу, какие у него эмоции, и мне, не знаю, тоже как-то не по себе, даже как-то неловко, говорю, да, давай, да, успокойся, нормально, обычный уборщик. Может, где-то просто убраться, я хотел дома у тебя хотя бы. Вот, и мы там пообщались, не знаю, минуты две-три, он там позвал к себе в гости в Лас-Вегас, там пофоткались, познакомились с командой своей, то есть вот такие вот эмоции тоже, которые были очень приятные для меня. Слушай, а вот знаешь, зачастую, когда у тебя появляются какие-то знакомства, это знакомство, знаешь, вот есть очень большая разница между знакомствами, которые реально приносят какую-то не то что выгоду, а пользу тебе, и такие пустые знакомства, ну, то есть условно, знаешь, ты там с кем-то там пожал руку, да, 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 если что, на связи, и вы никогда не на связи, то есть это, знаешь, такое пустое, на самом деле вы в реальности там никогда не будете взаимодействовать, общаться, может быть, даже никогда не увидите, а есть реально знакомство, когда ты познакомился с человеком и чувствуешь, что да, я с этим человеком могу какую-то кашу сварить, или мы можем реально общаться. Вот, например, когда ты знакомишься там с Даной Уайтом. У тебя какое ощущение? У меня ощущение, что это нормальное знакомство. Почему? Потому что мы берем номер сюда. Вот. И вот они, наверное, ставят больших номеров, которые у меня есть, это Даной Уай в телефоне. То есть мы взяли номер и говорим, блин, бро, дай номер. Вот, он дал номер. Мы там сказали, можете написать? Он говорит, да-да, пишите мне. Он, кстати, не пользуется WhatsApp-ом, потому что я удивился. Вот, только на мобильной смс-ке обычной. Реально? Да. Я так понял. Ну, юнер-менеджер, я думаю, он загружен, бро, капец. То есть вообще не пользуется WhatsApp-ом. Мы взяли номер, он говорит, да, пишите мне, типа, что-то придумаем, обсудим, там, что-то было бы классно для UFC сделать вместе. И потом еще подходит его охранник, который самый, там, уже не знаю, 15 лет с ним, этот чувак, такой вообще прикольный мужичок, подходит, говорит ко мне и к моей жене моему, говорит, чуваки, как вы взяли его номер? Типа, он никогда никому номер не дает, типа. А он просто под шумок, как-то там Стивен спросил, дай номер там, блин, ну, что-то связаться, и он дал. И вот, я думаю, что, наверное, 90% знакомств нормальны, потому что, очень много там людей приглашают увидеться, не знаю, там, и серьезных людей, не так, и не только. Но мы не ко всем ездим, знаешь, я не хочу там со всеми ездить фоткаться, это, ну, не имеет никакого смысла. Да, если там так получается, да, что мы там встретились где-то, мы там познакомились, пообщались. Вот. И опять же так выходит, что это какие-то знакомства, с которыми мы остаемся на связи постоянно. Топ-5 твоих самых сильных контактов из записной книжки, помимо Дана Уайта. Самых сильных. Он номер один, мы поняли. Твой? Второй. Еще три. Твой за два считается. Так, третий. Слушай, наверное, ну, бро, я даже не вспомню, честно. Ну, то есть, в общем-то, Дана Уайта. Ну, я думаю, и Принц Бахрейна, собственно. Принц Бахрейна. Нормальный список, по-моему, да, в общем-то. И Полиция Дубая. Да, да. Слушай, неплохо я оказался в этом списке. Я думаю, мне больше, когда коллекция есть там в подписчиках Инстаграма, да, то есть, там такие там Джо Роган, какие-то актеры, футболисты. Вот, то, что я там знаю, Марсел на меня подписан. Хотя вот я вообще, знаешь, я не шарю в футболе особо, никогда не смотрел, при всем уважении к футболу. Но вот там мне чуваки пишут, бро, на тебя Марселы подписан, ты видел? Город во Франции, да? Марсел, я думаю, блин, надо поехать, типа. А там у человека 65 миллионов, я понял, что он, наверное, крутой чувак, знаешь. Вот, это какие-то футболисты, бойцы UFC. Опять же, да, у тебя рефлекс сразу, может, ему убрать где-то надо? Я сразу пишу ему, бро, там клининг, прайс, все рассчитал. Ты на клининг. Отправил, да. Наверное, бро, в институте такие подписки, не то, что у меня там каждый номер есть. Слушай, мы с тобой ржем про клининг, но самый смех, то, что это вот просто такой, знаешь, бренд уже создало. Ну да. Я, главное, ты мне рассказывал в тот раз про то, что вы будете запускать бренд или уже запускаете. Вот сейчас расскажешь, на какой стадии. Но я кому не расскажу, все просто вообще в восторге в полном. Ты прямо рассказывал. Я прям показывал, я нашел фотку, про которую ты мне рассказывал, ты, ну, где мистер Анатолий. Я всем показываю, все говорят, воу, типа, не очевидно, но очень круто. Это прям супер-мега история. Давай для тех, кто нас смотрит тоже, чтобы ребята были в курсе. Я фотку здесь эту вставлю обязательно. Да, 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 да. Вот то, что, да, больше всего меня будоражит, потому что для себя я понимаю, что я не хочу снимать контент до конца своей жизни. Вот, и как бы там, не знаю, ты не кайфовал от того, что ты снимаешь. Я отрезвый понимаю, что, ну, объективно, ну, во-первых, невозможно снимать контент до конца своей жизни. Если возможно, это сложно, и это скучно. Вот, я очень, сейчас прямо очень хочу запустить именно линию клининга, став, которая для уборки, знаешь, ну, как мистер Мускул. Ну, ты уже знаешь, бро. Да, мистер Анатолий. Да, мистер Анатолий, то есть там, что касается мыть окна, что касается помыть унитаз, что касается помыть пол и посуду. Этот звонить ко мне. Номер здесь где-то будет. Вот, очень нравится мне эта идея. Получилось, я сейчас найти хороших ребят, с которыми мы это делаем. Уже прямо начинаем делать, уже есть там первые дизайны и так далее. И вот, блин. Просто для меня что-то необычное, знаешь. Вот, если там представить фитнес-блогеров, да, я всегда смотрел американских чуваков. У каждого там есть, не знаю, свой энергетик какой-то маленький, да, который он где-то там продает там через интернет. У каждого есть какой-то свой там мерч, да, одежда, там спортпит, но вот клининг, да. Понятно, что не каждый это может сделать, потому что не каждый уборщик, да, у нас в блогерах. Но то, что к чему пришли и то, что меня будоражит прям чуть-чуть, что я думаю, масштабы. Слушай, вот смотри, по поводу, ну, мы с тобой обсуждали тоже про спортпит, про вот эти вот все истории. То, что это как бы на поверхности лежит, оно очевидно. Ну, и в целом, когда ты чем-то занимаешься, ты, так или иначе, у тебя вот есть на поверхности ряд каких-то идей, такие неочевидные штуки, как средства для уборки. Ну, они как-то, ну, реально, то есть, вроде бы оно очевидно, но оно и не очевидно как бы. Напомни, как у тебя эта идея появилась? Ты просто сам, да, придумал или тебе предложили это сделать? Слушай, бро, очень идея давно появилась, потому что еще с самого начала, когда я начал снимать пранки с уборщиком, вообще думал, а какие шутки делать, а какие подвязки, да, не могу же я просто подходить каждый раз и говорить, могу из убрации поднимать вес, нет. У меня там, не знаю, чуваки часто спрашивают, а как ты поднял это, бро? А как ты, типа, это? Я очень часто, не знаю, я брал с собой санитайзер, мистер мускул, как сейчас помню. И делал просто максимально классную рекламу, ну, за бесплатно. И меня спрашивали там, бро, а как ты это поднял? Я говорю, так вот, мистер масл, типа. И еще тогда мыл бутылку, заливал обычную воду, там, да, либо какие-то BCA, типа, что-то такое. Я пшикался в рот и говорю, вот, мистер мускул. Вот, все такие, смотрели, типа, какого черта он вообще делает? Мне тоже брызнет. Да, я всегда думал, блин, круто было бы связаться с мистером мускул, типа, потому что, если нормальные чуваки, я не знаю, я уже сделал, там, не знаю, сотни роликов с этим, блин, с этой банкой. Ну, они должны мне что-то заплатить, типа. Ну, вот чисто по-пацански, не знаю, они должны сказать, братуха, блин, посею, у тебя большой, типа, ну, ты реально красавчик, проделал работу, вот тебе бабки. Потом думаю, какие бабки, типа, что я должен ждать, просить что-то, камон. Ну, нужно свое что-то сделать, вот, и нужно сделать мистер Анатолий, и вот так, наверное, пришла мысль еще тогда. Классно, и вы это запускаете с большой британской компанией, которая поставит это, там, на полке, которая произведет все это, и это тоже нашел твой менеджер. Да, да. А что у тебя за такой волшебный менеджер, который связывается с министром культуры, который находится... Да, Стивен, максимально крутой чувак. Да, как так получилось, что у тебя появился такой крутой менеджер? Слушай, изначально он был мой тренер по боксу здесь, вот, я переехал, я там искал тренера по боксу, мы начали тренироваться, боксировали, и он всегда... Я еще тогда даже не был Анатолий, по сути, да, когда только приехал в Дубай, то есть я там где-то в каких-то пранках говорил, что меня зовут Анатолий. Да, кстати, я заметил, что ты иногда говорил Анатолий, иногда говорил Владимир. Да, да. То есть я пока не было. Вот этих старых пранков я говорил, я не понимал еще что-то. Я импровизировал так, ну, пришло в голову это, сказал это. И он как-то увидел, видимо, Анатолий, и вот со своим американским акцентом, да, он говорил Анатолию всегда. О, Анатолий, Анатолий, мне так нравится, как он это говорит, именно с акцентом, знаешь. И я думаю, блин, буду всегда говорить, что я Анатолий, типа, в пранках. Вот как бы отчасти из-за него я начал говорить Анатолий, прям постоянно. Вот. Ну и в целом, козовый чувак прям старается очень. То есть у него нет какого-то, он не какой-то профессиональный пиар-менеджер? Нет, абсолютно. То есть просто вы так познакомились, и он тебе предложил, давай буду менеджером, или ты ему предложил? Ну мы как будто, блин, постоянно об этом говорили, говорили о каких-то сделках, о каких-то людях, о каких-то, не знаю, в целом, о стране, о возможностях, знаешь. И в какой-то момент он говорит, бро, давай попробуем, я тебе попробую что-то, тебе понравится. Я такой, да, конечно, с кайфом. Вот, ну это еще одно доказательство того, что там, не знаю, обычный чувак, да, вот, если он умеет общаться, если у него хорошая коммуникация, если он хочет, он может связаться с кем хочет, типа, с кем захочет абсолютно. Круто, что так обычно, ну хотя у тебя тогда еще не было такого, да, взрыва аудитории? Ну да. А, ну то есть вот это по сути на старте всю эту историю начали. Классно, а расскажи еще, что хотите сделать? Что хотим сделать? Сейчас мы делаем спортивное питание тоже, Анатолий, линейка там, я думаю, будет называться... Тоже будет Анатолий? Не будет Анатолий, потому что так, очень узко, знаешь, то есть будет что-то... Мы сейчас делаем с другим брендом, вот, пока не хочу говорить, потому что еще не подписали, вот, но будет линейка называется Клин, типа, такая, знаешь, как премиум, вот, то есть там тоже будет большая линейка, там, протеины, креатинные, глютамины и так далее, вот, делаем одежду, конечно же. Вот. Ну и, наверное, мы думали энергетик делать тоже, это, в принципе, несложно сделать, но я очень не хочу брать на себя, знаешь, тысячу, не знаю, там, каких-то рекламных обязательств, чтобы рекламировать там 10 своих брендов, даже своих, потому что это будет какой-то инсташоп уже, знаешь. А вот, кстати, про выбор. Вот смотри, есть ощущение, не знаю, может быть оно ошибочно или нет, что когда, как бы, появляется вот эта вот волна, белая полоса, да, то, что я сам говорил, черное, белое, и то хочется ухватиться за все возможности, типа, взять и то, и это, и это, и это, каким образом ты определяешь, что вот это будем делать, а вот это не будем делать? 100% бро. Вот то, почему я отказываюсь сейчас, наверное, на 95% предложений, которые у меня есть там по рекламе в инсте, вот за все это 8 месяцев у меня было в инстаграме, наверное, там, не знаю, там, несколько рекламных сторис, там 2, наверное, и то-то был энергетик. Почему? Потому что очень хорошие поступали предложения, поступают сейчас, не знаю, были суммы, там, больше миллиона долларов контракты, за несколько сторис просто, знаешь, сделать, и для того чувака, который в селе, я понимал, что это какие-то заоблачные цифры, но, опять же, я не хочу сделать все в моменте, да, вот так руки стрясти и, там, не знаю, через год просто уйти куда-то никуда, даже если у тебя есть несколько миллионов долларов, это все быстро тратится. Я очень хочу что-то сделать свое, хочу что-то сделать, создавать, чтобы это было какое-то наследие в плане продуктов и чтобы было это, конечно, на долгий срок. А вот мы с тобой, кстати, начали с того, что многие как бы взлетают, но потом, собственно, заканчивается, да, и мы к Хаби с тобой это вспоминали. Вот на твой взгляд сейчас ты наверняка об этом думаешь и понимаешь, да, то, что аудитория и рост, он такой цикличный, да, и то, что очень сложно расти постоянно, я думаю, даже это невозможно скорее, да, если ты не Ким Кардашьян. Ну, у нее, кстати, тоже интересный опыт взлета, так что ты можешь его попробовать. А я, кстати, не курсе. Ну, тоже сайт интересный у нее был. А она делает сайты такие? Ну, был у нее, был experience, был experience. А, я понял, да, о чем ты понял. Сядь. Да, да, может быть тоже. Мне, кстати, часто, извините, часто пишут, что видос начинается так, как начало какого-то другого фильма, какой-то уборщик, заходит уборщик, что-то там, да. Да, типа, что он делает на ютубе? Да, продолжение по ссылке. Да. Тем не менее, ты наверняка же задумывался, как как бы, ну, не профукать все это, то есть как не остаться просто тем самым блогером, который взлетел на год и потом исчез? Да, да. Вот это, наверное, такой, хотя я не люблю об этом говорить, да, но для меня это явился очень большой триггер, да, потому что ты знаешь свой там русскоязычный ютуб, то, что было там, и я понимаю всегда, понимал после этого, что это как бы не вечно, да, ничего не может быть вечно, там, особенно какая-то рубрика, какой-то контент и так далее, особенно медиа, да, если у тебя нет каких-то суперинфоповодов, взрывных рубрик, это заканчивается все. Вот, и первое, наверное, что я принял для себя, это не соглашаться на какие-то мимолетные сделки, да, не оборачиваться просто на каждую юбку и смотреть, давай там эту сделку сделаем, этот дел, этот, этот, этот. Понятно, что я мог бы заработать много больше, там, в разы больше, наверное, сейчас в моменте, но в перспективу это не сработало бы никак, это сделало бы только хуже, выжило мою аудиторию, люди бы видели много рекламы и все, это, наверное, только быстрее бы ушел на спад. Хорошая идея по поводу мимолетного, на самом деле, ты не поверишь, у меня вот сегодня, это второй раз за сегодняшний день, я вот буквально, только что мы с тобой за камерой обсуждали, встречался со своим товарищем тоже, с большим таким блогером международным, Бритосом, да, и он мне вот прикинь, типа тоже говорит, он говорит, да, я могу сейчас взять и за год заработать там 100-150 миллионов долларов, реально, похоронив свою репутацию, как бы заработав кэша, да, это, типа, правильный, наверное, в какой-то мере путь, он говорит, но я, типа, этого не делаю, да, я зарабатываю сейчас меньше, мог бы сильно больше, но я стараюсь играть долго, и сейчас ты это сказал, тоже интересная такая мысль, что еще, как еще, на твой взгляд, что еще нужно сделать для того, чтобы не профукать этот взлет и закрепиться, то есть не просто взлететь и потом в пике вниз, а закрепиться там, даже на оплату на какую-то. Я думаю, что в любом случае нельзя закрепиться навсегда, да, но чтобы как можно дольше закрепиться, вот, нужен какой-то план, и нужны, в любом случае, козыри в рукаве, которые ты будешь выбрасывать в нужный момент, вот. И то, что в начале, вот, когда пришел взрыв, я понимал, что у меня есть в запасе некоторые рубрики, есть, там, не знаю, некоторые шутки, потому что иногда некоторая шутка может быть, как рубрика мощная, вот, то есть она может так заходить, там несколько роликов, очень классно. И я, как бы, стараюсь не выбрасывать все сразу, вот, то есть постепенно, там, чуть-чуть снял уборщика, потом снял чуть-чуть тренера, потом снял деда, потом снял еще сельского парня. То есть, и сейчас я помню, что у меня в запасе, в любом случае, еще есть дед, который там вообще не выжат ни капли. Там два ролика я сделал, и все, чуть-чуть оставил его на потом. Вот, потому что с дедом можно сделать там мощный грим, есть возможность найти там самых сильных гримеров, это тоже какая-то длинная рубрика. То есть, я думаю, такое, знаешь, козырь рукаве. То есть, условно, твой план – это генерировать какие-то новые идеи, и за это время построить какие-то проекты, которые просто потом на дистанции будут… Да-да-да, то есть как можно больше удерживаться, да? Да. Как можно дольше прямо на плаву удерживаться, вот, за счет того, что у тебя есть конкретный план, что когда ты выложишь, что конкретно у тебя когда будет, вот, и за это время, понятно, сделать какие-то свои продукты, свои бренды и так далее. А у тебя нет такого, что ты подвыгораешь, как-то надоедает тебе снимать, что… Так или иначе, ну, как бы объективно, контент, да, у тебя могут быть разные образы, но он очень схож, то есть он очень похож. То есть ты как бы представляешься каким-то образом, да, а потом поднимаешь что-то тяжелое. Нет такого, что тебе прямо, ну, типа, блин, я делаю одно и то же, мне надоедает? Или то, что ты быстро растешь, оно компенсирует это? Слушай, я думаю, за счет того, что у меня происходит взаимодействие с людьми, здесь как бы уменьшается шанс выгорания. Вот. То же самое, что у тебя, я думаю. Потому что если, например, у нас был канал с тобой, не знаю, ты там делал, я делал, мы просто стояли у стены и там два часа рассказывали о питании, завтра о тренировках, послезавтра как накачать грудь, ты как бы стоишь с камерой. Я думаю, выгорание случается очень быстро. Но я понимаю по себе, что даже когда я еду на съемку уставший, такой чуть-чуть не хочется, чуть не знаю, что делать сегодня вообще, я начинаю взаимодействовать с людьми, начинаю какой-то диалог, начинаю давать свою энергию, получать взамен, и я получаю максимальный кайф. Я понимаю, что, блин, как круто, я ехал, блин, полчаса назад уставший, убитый просто какой-то. А сейчас я вот пошутил, поприкалывался, чуваки получили эмоции, я дал людям эмоции какие-то. Из-за этого я думаю, что такого выгорания по сути нет. А у тебя были какие-то случаи, ну какие-то неудачные на съемках, я не знаю, что ты жесткий хейт словил или там тебя выгнали откуда-то или еще что-то? Да, был здесь один, когда полиция приехала. В Дувае? Реально? Ну такой был случай, не то чтобы там кто-то прям... Короче, был чувак, с которым мы снимали пранк, и мы сняли его, и потом он просил очень сильно отметить его. Уже потом, когда вот все увидел там и так далее, он сильно просил отметить его. Кстати, какой-то иностранец? Да, да, чувак. Просто в зале? Да, просто в зале, но огромный чувак был, максимально огромных размеров. Вот, и мы не можем отметить, потому что это все перезаливы. То есть, он находит, он видит ТикТок, я ему скиду из ТикТока видео, да, там канал какой-то Анатолий, а там тоже, не знаю, 5 миллионов подписчиков, это фейк. Вот, и там видео набрало 100 миллионов. И он говорит, отметьте мне, отметьте, почему не отметили? А он пишет, даже не нам, знаешь. А потом в зале подходит, говорит, а что вы мне отметили? Я говорю, бро, ну ты же понимаешь, что так и так мне много фейков, типа, если бы я выкладывал это себе в ТикТок, я бы, конечно, отметил, типа, для меня нет каких проблем, типа, и так далее. И он вроде все это понимает, но я вижу по нему, что он думает, что я ему вру. Вот. И потом я вижу, какой-то он дает кому-то интервью, какой-то подкаст тоже. А он какой-то блогер популярный? Он там, не знаю, 1300 у него, по-моему, даже. Он дает кому-то интервью, какой-то подкаст. Но не русскоговорящий. Так это у тебя подкаст был с ним. С ним, да. Там было на арабском, и... А, ну точно мой, да, это мой второй канал как раз. Да, 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 да. Ой, и там он говорит, что у меня не настоящие веса. То, что там что-то еще. Реально? И вообще, и там что-то обманул его. Я понимаю, что... Я помню этот ролик, я помню, как он там поднимал этот вес, и я помню, как я поднимал вес. Ну, это другая история, абсолютно. И потом я вижу его в зале снова, вижу, что он на втором этаже, и снимает меня что-то на телефон. Снимает на телефон, что-то с потешка там, что-то, не знаю, думаю, наверное, что комментирует. Просто мне не терпится. Я поднимаюсь к нему, начинаю снимать его. Типа, говорю, бро, а что ты там говорил? Я с телефона подхожу, бро, говорю, а что ты говорил там, типа, что мне фейковое веса? Типа, пойдем, я ставлю там 5000 долларов, спокойно зарубимся. У меня прям начинает просто внутри, знаешь, эмоции такие. Прям, ох ты, я сейчас, блин. Вот. Я говорю, пойдем, зарубимся. И он такой, что-что-что-что там, что-то. Я не помню даже, что он говорит. Какой-то у него такой акцент еще. И он начинает говорить, что я сейчас полицию вызываю, ты меня снимаешь. Я говорю, да вызывай, нет проблем никаких. Вот. Ну и там приехала полиция. Вот. Нас, понятное дело, помирились. Потому что полиция в Дубае максимально классная. В интересах полиции максимально вас помирить. Чтобы вы пожали руки, и все классно. Реально? Вообще, да. Прикольно. У меня несколько уже таких ситуаций было. Вначале особенно. Вот. Приезжает полиция, мы как бы там помирились. Ну вот такая, наверное, одна ситуация, которая прям чуть сорвала съемочку. И вот прям пришлось что-то там повеснять. Типа это самый. Но прям такого не было. Знаешь, что я там пожил к людям. Он такой, да пошел. Ну такого нет. Нет было. А расскажи, что еще, ты говоришь, были за ситуации с полицией? Ой, слушай, была ситуация. Ого-го-го. Фу-фу. Когда только приехал в Дубай. Я жил там первое время Airbnb, снимал booking, что-то такое. Там две недели там, две недели там. Потому что я не знал еще какой район. Не знал, буду ли я в Дубай и так далее. И снял очередную квартиру. Какая-то настройка. Там какой-то чувак, риэлтор, завел меня, показал все. Вот, нормально все. Я тогда был с девушкой. Завел меня и ушел, короче. Я снял ту хату на неделю. Я включаю, помыть руки. Нет воды. Думаю, блин, написать ему, нет интернета. И вообще электричества нет, короче, оказывается. И я там что-то, покупая все эти мегабайты, пишу ему, бро, какого? Типа нет воды, ничего нет вообще. Он такой, сейчас я вернусь, типа, все хорошо. Проходит полчаса, нет его нигде абсолютно. Пишу, бро, где ты? Он такой, да-да-да, скоро буду. Там еще полчаса проходит, его нет. Я понял, что максимально бессовестно, знаешь. То есть, когда у них чего в квартире нет, тебе завели, сказали, вот, класс, наживи. Он приходит, и мне тоже уже настолько бомбит за этот час, я прям уже там, прям взрываюсь. И я не знаю, что делать. Типа, ну, мне настолько обидно. Вот, еще и девушка, я не хочу каким-то, ну, дырачком показаться, типа. Ну, и ты раздеваешься, включаешь камеру. Я раздеваюсь и говорю, давай станцию тебе стрельди зуборщика. Вот. И он просто приходит такой, типа, делай видишь, как будто в шоке, знаешь. Я говорю, бро, ну, ты не можешь быть в шоке, ты знал это, типа, ну, камон, ты же, ну, работаешь. И он говорит, ну, я пойду тогда узнавать куда-то. Я говорю, да никуда ты не пойдешь, бро, надо что-то делать. Типа, возвращай мне деньги, я поеду дальше, какую-то квартиру сниму. Ну, либо, ну, сейчас сделай что-то, мне нужен интернет, мне нужно тогда еще ролик было выкладывать прям. Ну, я не мог там ждать что-то. И он говорит, не-не, я пойду, пойду. Я закрываю дверь, говорю, бро, никуда не пойдешь ты. Говорю, извини, типа, ну, нет. Он не знает, что делать. Он убегает на балкон. Он думает, что, не знаю, в заложники взял. Ну, я не то, чтобы как-то жестко закрыл его. Я говорю, бро, ну, не пойдешь ты. А ты в гостюме уборщика, да? Со шваброй такой. И уже полуголый. Он убегает на балкон, начинает звонить куда-то там компанию свою. Что-то говорит, я все равно пойду. Я говорю, да нет, не пойдешь, бро. Он говорит, все, я звоню в полицию. Позвонил в полицию, поехала полиция. Ну, и так же, полиция максимально классная. Ребята, вот, за то, чтобы прям большой респект. Вот, вот, даже, кстати, недавно ситуация. Еду по дороге. Так, подожди, да расскажи, ездишь по дороге. Так и что в итоге? По дороге, и этот же мужик стоит, который на балконе. А, реально? Да, я потом расскажу. Так и чем закончилась эта история? Они приехали, помирили нас, сказали, типа, чуваку вернуть деньги, типа, и все. А, реально? Да, сказали, все, верни деньги прямо сейчас при нас, вы пожмите руки. Вот, тоже там турист, типа, блин, ты не наглей с туристами, типа, и все. Классно. Так, едешь по дороге, и он стоит. Да, да, нет, история полиции. То есть, я ехал по дороге, стоит машина, вот, какой-то мужик обычно на грузовичке, который рабочий здесь, и тупо полицейский меняет колесо. И я смотрю, как полицейский ему там на домкрате меняет колесо, и у меня как будто, не знаю, у меня мурашки, во-первых, по коже, не помню почему, и чуть ли не слезы на глазах, потому что я понял, что я как будто я бы нигде такое не видел. Угу. Ну, знаешь, полицейский меняет колесо. Капец. Да, ты сразу вспоминаешь американских полицейских. Я как-то раз, давно еще, в году, в 2016 году, первый раз приехал на холмы голливудские. Я взял тачку в аренду и поехал на голливудские холмы, мне вот хотелось посмотреть. Я искал все, где эта вывеска, короче. То есть, я не мог ее найти первый раз. И мы куда-то там заезжаем, и там знаки все эти, там этих знаков просто, ты не разберешь вообще, что они значат. И там еще с парковкой вот эти приколы, что ты не понимаешь, где там можно парковаться, где нельзя. И мы, короче, заезжаем на холмы. И я думаю, ну, вот там я вижу вывеска, мы отсюда сейчас пешочком пройдем, я здесь встану. И я как-то так аккуратно паркуюсь, мне кажется, там можно парковаться. Значит, я выхожу из машины, а там впереди метрах 30-40 стоит полицейская машина, и там мент с кем-то разговаривает, короче. И он мне говорит, типа, нормально, братан, все? Да, ебут. Да, и он мне говорит, типа, убирайте машину, а у нее такой акцент, я не понял. Но я потом догнал уже, он мне говорит, типа, что там, типа, а-ля, убирайте машину. И я ему говорю, типа, извини, типа, я не понял, что ты сказал. И он мне, типа, реально матом говорит, типа, съебывать, ну, в буквальном смысле, типа, знаешь, типа, get the fuck out of here. И такой, знаешь, уже идет на меня, я такой, йоу, йоу, йоу. А я не понял, типа, что произошло. Да, но оказалось, что там типа просто какая-то там близко, я встал к приватной зоне, так делать нельзя, ну просто сам менталитет, да, полицейский, который знаешь, типа такой, думаешь, вообще не хочется рядом находиться. У меня такая же история, то есть, да, когда я был в Киеве, я помню, приехал на машине, первую машину купил, такой на эмоциях, приехал в Киев к родителям, я в Киеве подъезжаю, типа, я что-то не знал, короче, куда поехать, у меня раздавился телефон или что-то такое, я не знал, куда повернуть, я вижу, полицейские стоят на обочине, и там такая, как будто парковка, да. То есть, там, ну вообще никому не мешает. Я встал сзади них, припарковался, говорю, подхожу к ребятам, говорю, ребята, как поехать туда, мужики, типа, скажите, типа, и так далее. Они такие, что? Я говорю, как проехать туда, подскажите. Они такие, это твоя машина? Я говорю, да. Так, уехал быстро, потому что сейчас еще штраф тебе сделаем, куда тебе проехать, едь давай. И у меня вот это, знаешь, на контрасте эти две ситуации, я еще такой человек эмоциональный, я чуть не плакал, когда видел, когда он менял это колесо. Кайфово, кайфово. Слушай, про полицейских, кстати, и про вот это помирить, ты меня удивил. Да, таких историй. Слушай, ну вообще, вот мы с тобой тоже уже это, наверное, обсуждали, но по поводу позитивного контента, конечно, это классно. Вот мы когда с товарищем, потому что я с чего начинал сегодня, рассказывал, мы сели о ТикТоке открывать, и я понимаю, я, знаешь, так анализировал, мне было интересно разобраться вот в твоем феномене, типа, почему к тебе такой большой респект, да, со стороны каких-то людей классных и так далее. Ведь куча же там ТикТокеров, блогеров, почему я вот не от всех слышу такие истории, что там знакомят. И я понял вот эту вот идею, что у тебя контент суперпозитивный, добрый, классный, и вне зависимости от того, какого уровня человек, если он хочет просто кайфануть, повеселиться, и его как бы, он видит этот там ТикТок или Рилс, он думает, блин, классно, да, то есть у него только позитивные эмоции, а еще как бы вот такой позитив дополнительный, что ты не просто там, я не знаю, деньги разбросал как бы, да, и наоборот такой там какой-то скепс, а типа поднял какую-то тяж, думаешь, вау, как этот парень это сделал. И это такая определенная феноменальная штука, потому что очень мало этого контента. Очень много контента, где какой-то вот там, не знаю, трэш, разбрасывают деньгами, разбивают машины там, что-то откуда-то сбрасывают. Да, это набирает огромную аудиторию, набирает огромное количество просмотров, но к этому нет такого, знаешь, респекта определенного. Вот, а вот с твоей, с твоей колокольни как бы, да, и ты наверняка сам пытался разобраться, помимо того, что это добрый такой контент, почему это еще вызывает определенный респект у людей, и почему люди так лояльны, почему им нравится, в том числе, я даже не знаю, арабская полиция, почему они настолько вот... Да, да, да. Слушай, я думаю, бро, ну прежде всего то, что я сказал, это какой-то персонаж как супер-герой, да, что-то похожее на супер-герой, который там Marvel, DC и так далее. И второе, думаю, что... Я вот тоже задавался этим вопросом, думаю, почему я как бы не самый сильный чувак на планете определенно. Вот, есть там тысячи, может, миллионы даже парней, которые весят, как я, а может даже меньше, да, понимают больше. Вот, я не самый харизматичный, да, там какой-то супер-шутник, комик, стендап и так далее. Но я думаю, что, что тоже очень важно, у меня получилось как-то состыкувать эти две вот такие зачастую несостыкуемые, несоместимые вещи, да, это какая-то сила, да, определенная и какой-то юмор, чувство какого-то юмора, такого тонкого, да. И вот помимо того, что я там шучу как-то, да, я стараюсь дошутить, как-то там, блин, не знаю, как-то подколоть чувака, как-то тонко, максимально по-доброму. Вот, то есть есть составляющая юмора какого-то, да, вот, всегда в персонажа и составляющая большого веса, да. То есть люди иногда смотрят, такие, о, он шутит, прикольно, уже как будто интересно, да, там даже не важно, что он это будет делать, там дальше что-то подошел к нему, разговаривает. А потом еще поднимаю вес, и вот это все так складывается, юмор, вес, и я думаю, что в том числе поэтому. Ну да, наверное, такая приятная составляющая. А вот, кстати, еще вопрос по поводу разницы аудитории. Есть ли, на твой взгляд, какие-то принципиальные различия между русскоговорящей аудиторией и англоговорящей аудиторией, на что одни обращают внимание, а другие не обращают внимания? Ты заметил какую-то вообще разницу? Определенно, вообще определенно. Не знаю, когда на русское, даже сейчас, если взять, вот, у меня как бы в любом случае есть и русскоязычная аудитория, да, и большинство, это, конечно же, англоязычная. Но англоязычных хейтеров, я не знаю, это, наверное, один на миллион будет, какой-то директ, да, комментарий и так далее. А вот то, что мне даже сейчас там пишут русскоязычные ребята, это что-то не там я так сделал, что-то не так я там сказал, а нужно было вот так. Очень большая разница, я думаю, бро. Не знаю, из-за чего это. Не сильно приятно из-за этого, да, что как бы наши ребята там, блин, ну, иногда такие вещи пишут. Что-то я там должен им, что-то еще. Не на таком каком-то языке я говорю, как им нужно. Почему я на американском говорю. А вот англоязычные, как будто их очень много все устраивает. То есть они видят вот это, они прям благодарны, они пишут, бро, спасибо, что ты снимаешь, спасибо, что ты поднял настроение, сегодня максимально плохой день был. Они прям рассказывают мне, знаешь, там пишут директы. Ты поднял настроение, а, блин, после этого я пошел заниматься. То есть, к сожалению, намного меньше таких комментариев от нашей аудитории. Интересно. Я, наоборот, почему-то всегда думаю, что зарубежная аудитория, она более избалованная, знаешь, контентом. Потому что посмотри, там, не знаю, мистер бист. Да. Типа думаешь, ооо. Слушай, бро, определенный, думаю, зависит от контента. Все зависит от контента. Потому что если взять, не знаю, два разных блогера, да, у него может быть аудитория с одной и той же страны, ну, это будет конкретно разная аудитория. Потому что, ну, как бы люди смотрят то, что у них, как бы, в голове, да, если вот, не знаю, ты зайдешь к человеку, посмотришь у него просмотренные, там, истории на ютубе, да, можно примерно сложить в голове картину себя, что у головы этого человека. Братан, не знаю, вот, казалось бы, да, вот у тебя, например, развлекательный контент, у тебя одна аудитория, условно, у меня контент, там, не знаю, образовательный, ну, не образовательный, какой-то такой, как бы, более развивающий, да, подкасты. Но то же самое, блин, я тебе сейчас прям не поленюсь, я тебя повеселю. У меня на прошлой неделе был самый, я не знаю, каким словом назвать, комментарий. Ты сейчас поймешь, короче. Он, с одной стороны, очень смешной, а с другой стороны, я читаю и думаю, типа... Короче, у меня просто скрин есть, я его выложить хочу обязательно. Значит, пишет человек, сейчас будет странный комментарий, то есть человек это понимает. Ты мне очень не нравишься, типа немой человек, прям видеть тебя не хочется и слушать. Но ты снимаешь такую годноту, что мне приходится это игнорировать. И подкасты полезные, и тут видосы. Короче, ты не нравишься, но результаты твоей деятельности очень даже. В итоге страдаю, но получаю от тебя пользу. Такие дела. Я типа считаю, мне присылает менеджер девочки, я такой читаю и думаю, господи, что у человека должно быть в голове просто, что ты... Окей, ты так думаешь, типа, что же ты пишешь это? Зачем, да. Нахера вообще? То есть я каждый раз смотрю и думаю, ёпт-моё. Или, например, ты пишешь какой-нибудь подкаст, ты там пишу с каким-нибудь миллиардером. Человек, который построил многомиллиардную империю. И ты думаешь, вот классно, человек посмотрит что-то, мне пишет, ну, у тебя прическа уебанская. Ты думаешь, чувак, типа, ну, не смотри, я не знаю, заклей пластырь в мою прическу. Ну, то есть я, знаешь, сидишь и думаешь, господи, почему? Думаю, то есть что как бы, мне даже не задевает, меня поначалу это как-то задевало, мне по барабану, я просто скриню это в коллекцию, но я думаю, что люди думают? Это ты вот, к слову, сказал про разную аудиторию, вот чёрт его понимает, понимаешь? Вроде бы у тебя развлекательный контент, ты тебе можешь писать, у меня там подкасты вроде бы как-то про какое-то развитие, то же самое, то есть не меняется. И это вот, я не знаю, я тоже заметил такую тему, что заходишь под иностранные видосы, там типа пропорция, там 99% лайков, 1 дизлайк, там 3 негативных комментов. У нас наоборот. Наоборот, вот у меня тоже самое было, то, что я говорил о формате, мне кажется, зависит от формата, вот, но и если я снимал, когда я снимал рационы, когда я снимал больше фитнес, тренировки, у меня было прям тоже коллекция таких комментариев, и меня очень всегда удивляли комментарии, ладно, там чувак написал, типа, ты дурак, ты дебил, там, ты какой-то ещё урод, это окей, типа, ну, это займёт у человека 2 минуты, но когда человек сидит через запятую, расписывает все твои минусы, по пунктам, да, по пунктам, так говорит, привет, первое, у тебя плохой нос, у тебя какие-то губы, у тебя глаза, ты вообще какой-то странный, у тебя плохая генетика на грудь, у тебя маленький бицепс, скорее всего, у тебя маленький ещё там и писюн, и начинают тебя расписывать, и ты думаешь, откуда у чувака, сколько времени вообще, зачем он это делает? Да, да, у меня тоже бывает такое, это же, типа, просто человек, ты открываешь, а там, типа, простыня, знаешь, она ещё у него не уместилась в один комментарий, у него не уместилась, а в один комментарий, и он вторым комментарием, ответом на свой продолжение, там, ещё два пункта накидывает, то есть, ты думаешь, господи, сколько же у тебя времени свободного, чтобы написать мне это, и главное, думаешь, зачем, у меня всегда вариант, типа, я вот, например, не знаю, я никогда не ставил дизлайк, например, я не писал негативный коммент, типа, я думаю, что, блин, не нравится, ну, переключи другой канал, там, YouTube тебе предлагает 133 варианта, то есть, а кто-то, наоборот, такой, воткну дизлайк и напишу своё мнение. Да. Да, это, конечно, я просто... Очень интересно, да, вот, что у человека в голове, и вот мне часто интересно посмотреть на фотографии человека, не потому что я думаю, а, он какой-то, наверное, блядь, некрасивый там, да, а потому что интересно, не знаю, с какой-то человеческой стороны понять, как человек может выглядеть, не знаю, что он вообще делает, если он такое пишет, не знаю, там, у него уходит какое-то время, не знаю, это уходит, наверное, там, минут пять написать, но я думаю, что чувак может, там, думает, у него уходит два часа, он думает, так, я напишу ему это, как ему это, короче, бро, ужас. Короче, у меня про это в дополнение. Это вот ровно в тот же день, кстати, было. Я не знаю, там какой-то, может, я не помню, что там за видос был. Ну, в общем, тип. Ну, я вижу ник, приходит, типа, комментарий оскорбительный. Значит, проходит 5 минут, еще один комментарий. Там видео 15 минут идет. Еще один комментарий. Проходит 20 минут, еще один комментарий. Все, закончилось. Проходит 7 часов, этот же тип, еще два комментария. То есть, понял? Он посмотрел видео, накидал фильмы. Через 7 часов он думал об этом, вернулся. И дожал вопрос, как бы, еще. Да, да. Это как будто ты его обидел чем-то. И он весь день думает, да я ему сказал не так. Блин, нужно по-другому было сказать. А сейчас я ему напишу по-другому. Короче, да. Это, конечно, я. Причем, знаешь, я представляю, там, допустим, ты пришел в ресторан, потратил время, там, не знаю, привел жену на свидание, и вам там не понравилась еда, ты заплатил денег, тебе это все вписали в счет, и ты там оставил отзыв. Или ты приехал в отель, заплатил, там, не знаю, 10 тысяч долларов, тебе не понравилось, ты написал отзыв, да, как бы, ну, у тебя есть эмоции, ты потратил деньги. Но когда, он у меня еще самый популярный, у меня объективно в подкасте довольно много рекламы. Ну, то есть, типа, я считаю, что если у меня выпуск идет, там, полтора-два часа, я там, три рекламы могу вставить. Ну, как бы, я сам просто вижу всегда много рекламы у всех, там, у кого я смотрю, меня это вообще не напрягает. Если не нравится реклама, я нажал два раза тэп и, как бы, и проскролил ее. Но это прям тоже, у меня, это один из лучших комментариев, тоже три дня назад буквально был. Не подписывайтесь на этот канал, здесь очень много рекламы. Просто, то есть, типа, по-моему, рекомендация такая для подписчиков, ну, братан, если тебе не нравится, ну, проскроль, ну, либо не смотри, то есть, как бы, знаешь, я, короче, удивляюсь. Но ты подтвердил, да, мою гипотезу, что на мировом, как бы, в мировой медиа такого нет. Я думаю, нету. Ну, в любом случае, мне кажется, даже здесь негативные комментарии какие-то есть, это просто, там, типа, ты дурачок. То есть, ну, человек не думает об этом два часа, что написать. Ну, что правда, да, то правда. Вот, кстати, да, вернуться к этой истории в комментариях. Тут, наверное, самый такой комментарий, который запомнился мне, я уже говорил о нем, это то, что... Сейчас я даже прецитирую. О, круто, теперь фитнес-блогеры дистрофики. Это хоть смешно, знаешь. Это прикольно. Я помню, даже скринил его, и у меня как-то он всегда остался в голове. Я думаю, блин, прикольно, что я, как бы, ну, не стал каким-то качком огромным, да. Ну, вообще, ну, фитнес-блогер как будто. Да, да, не, это, конечно, мне кажется, вообще легендарно. Я не понимаю, что так происходит, но это очень смешно. Причем я сам периодически натыкаюсь на какой-нибудь контент, и я такой думаю, это странно, но на этом почему-то, типа, 5 миллионов просмотров. Почему? То есть, у меня всегда, знаешь, возникают, которые говорят, почему? И мне интересно разобраться, я, наоборот, знаешь, там, с восхищением. Да, да, да. Даже если мне этот контент не нравится, если я считаешь... Сто процентов, да. ...какой-то трэш, я думаю, ну, это же смотрят люди, значит, в этом что-то есть. Да. То есть, я чего-то не понимаю, значит, мне нужно, как бы, расширить свою картину мира. Да, классно. Давай немножечко про... Значит, кстати, пожалуйста, мой персональный тренер. Я? Да, 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 очень вот поправил мне лопаточки, и мы... Мы уже два или три раза два покажем. Пару раз мы тренировались. Пару раз тренировались, но уже, блин. Уже, уже, да, блин. Уже, как бы, видите, да, рама сидит тут, гантелю можно мне, пожалуйста? Какие анаболики принимаешь? Там вот это вот, расскажи, пожалуйста, рацион своих анаболиков. Так, я использую, что там? Феназепам. Феназепам, карвалол. В чем суть, почему ты можешь поднять такие тяжести, будучи не очень большим человечком? Слушай, я думаю, вот, кстати, это мой любимый вопрос вообще абсолютно, потому что каждый, 90% людей, которые приходят на улице, там, сфоткаться либо что-то поговорить, они говорят, в чем секрет. Я очень хочу сказать, там, какой-то суперсекрет, который быстрый ответ у меня будет. Я буду всем это говорить, там, не знаю, втирание мандариновой кожуры в анус или что-то еще. Но такого пока нет. Вот. Я думаю, что это... Это просто ты для удовольствия делаешь, да? Это просто я делаю и советую сейчас говорю. Я думаю, что самое главное, это, конечно, постоянство, да, то, что я там тренируюсь 10 лет в таком силовом стиле, больше как пауэрлифтинг. Ну, я соревновался как бы, да, в пауэрлифтинге. Постоянство, диета. Вот. Ну и главное, кайфовать от этого. Если тебе нравится это, если это твой стиль жизни, то у тебя нет других вариантов. Про кайфы. Вот я, знаешь, у меня сейчас так, у меня режим вхождения в форму, и я очень хочу сохранить это как раз постоянство, а у меня это прям проблема такая. Мне, знаешь, там выбьют по работе, я выпадаю из спорта, и потом, знаешь, сложно вернуться, когда ты уже, знаешь, пропустил там 2 месяца, ты просел по форме, ты приходишь, как бы плохо уже там чувствуешь, что очень сильно просел, уже мотивации нету и так далее. Вот твой совет для тех, кто хочет набрать физическую форму, кто хочет похудеть и так далее. Как не сбиваться с дистанции, с ритмом? Да. Я думаю, самое главное, это не убивать себя, не ломать себя. Вот. Потому что возьмем какого-то чувака, да, он работает на работе, там он, в принципе, успешный, но он хочет в форму все, да, он там чуть-чуть жирок, чуть-чуть подзаплыл, и он такой, делай себе челлендж. Блин, ну я вот сильный в бизнесе, да, у меня там все классно в отношениях, в других сферах, я крутой, буду в 5 утра вставать каждое утро и заниматься перед работой, ходить в зал. Вот. Я думаю, что эта история максимально ненадолго срок, потому что человек перегорает, он понимает, а зачем мне это нужно, я в 5 утра встаю, потом весь убитый, потом это не нравится, а вообще каждый день мне не нравится это делать. Я думаю, что нужно все-таки, знаешь, как говорится, хороший тренер не тот, который знает все, а хороший тренер тот, который может тебе приучить любовь к этому. Вот, важно полюбить это дело. Полюбить тренироваться, вот прочувствовать атмосферу и идти туда не потому, что, блин, у тебя сегодня в 5 тренировка, да, нужно пойти, меня там, блин, тренер наругает, либо что-то еще, либо я буду корить сам, а идти потому, что тебе хочется, да. У тебя есть какой-то челлендж в голове, какая-то цель, да. Вот это может как-то не огромная цель быть, там, Арнольд Шваршнеггер через 3 года, да. Это может быть цель, не знаю, там, пожать какой-то вес, как-то определенно выглядеть в зеркале, либо там определенный вес на весах иметь. То есть важно прокайфовать, бро, прочувствовать кайф какой-то, да, а уже потом можно накидывать на это дисциплину жесткую и уже прям пахать, когда ты уже понимаешь, что ты кайфуешь от этого. А на твой взгляд, что важнее, дисциплина или мотивация? Дисциплина, конечно. Дисциплина? Ну, да. При том, что ты такой, как бы, мотивированный, вот, с раннего возраста достаточно. Да, бро, просто ты можешь быть мотивирован, ты можешь встретить видос, ты мотивирован 10 минут, ты встал, поднялся, вроде мотивирован, собрал сумку, пошел в зал, дошел, у тебя уже нет мотивации. Я думаю, дисциплина в этом случае больше и лучше. Ну, да, на дистанции, особенно, как, знаешь, так, чуть, ну, тебе там, 24, я вот последние пару лет реально замечаю, что, как, знаешь, вот это вот привычки работают лучше мотивации, потому что каждый раз так слышишь, ну, да, может, оно в целом-то и не очень нужно. 100% А когда привычка, ты такой, в целом, знаешь, проще сделать, чем не сделать, чем потом себя винить. Да. Ну, вот у меня такая тема. Хороший совет, на самом деле, про то, что не ломать себе, а привить любовь, это в действительности, знаешь, как в школе. Любишь больше того учителя, который интереснее рассказывает, который заставляет. Здесь примерно такая же история. Давай тогда немножко про советы. Про советы ребятам, которые хотят снимать, которые хотят, неважно, на свой локальный рынок или на мировой рынок. И вот они хотят снимать, и они хотят, чтобы у них получилось несколько советов от тебя. Как сделать так, чтобы получилось? Давай, три ключевых таких мысли. Угу. Слушай, думаю, самое важное быть собой. Важно анализировать рынок, анализировать контент, анализировать ту платформу, на которой ты хочешь делать это все. Вот, и я думаю, что можно, можно воровать, можно брать, можно взаимствовать, но, опять же, делать это так красиво. Вот, то есть, ты не знаешь, что ты там увидел рубрику у мистера Биста, где он там, не знаю, там, сто людей, они там что-то делают. Ты взял, точно такое же сделал, а порой люди это делают хуже. Да, я думаю, что важно сделать это лучше, либо сделать это по-своему. И тогда это будет успешно. Потому что это тоже самый кейс, я знаю, когда я делал рационы, я увидел у американцев видос 10 тысяч калорий. Вот, они просто покупают еду, у них есть стол, они загружают всю, весь этот стол едой, и они начинают есть просто там 30 минут видос, как они сядут за столом. Я думаю, блин, прикольно, но это как будто скучно сидеть. Я не знаю, кто это будет смотреть. У меня как бы фитнес. Я решил так, блин, я буду 10 тысяч калорий делать, но у меня будет там 4 приема пищи. Я сделаю первые приема пищи, потом, не знаю, пойдем мы куда-то с друзьями, там, что-то повеселимся, на картинг, в какой-то пейнтбол постреляем, я тоже это сниму. Потом мы снова пойдем есть пиццу, потом мы пойдем в зал качаться после этого, потом мы придем домой добивать эти калории, мы будем там умирать, не знаю, там, чуть-чуть как-то подыгрывать, да, что нам плохо. У меня там такой живот, у кента еще больше живот. Я думаю, бро, что вот важно очень то, что я могу сказать из своего опыта, делать, в любом случае, по-своему, быть собой, потому что я тоже пытался там кого-то копировать, и это зачастую не сильно получается. Это вообще как бы не получается, да, люди всегда быстро чувствуют, если ты кого-то копируешь, что-то там делаешь не так, делаешь то, что тебе не нравится, вот, быть собой. Если что-то брать, то делать это красиво. Кайф. Несколько финальных вопросов. Ну, давай, наверное, в большей степени про твою индустрию в целом, ну, может быть, и в целом. Как ты считаешь, какой самый важный навык будет в ближайшие 5-10 лет? Вообще, что вот самое важное? Какой самый ключевой навык, который нужно в себе развивать? Думаю, коммуникация, бро. Потому что за последние, не знаю, наверное, за последние все-таки полтора года, когда я в Дубае, я понял, насколько важен навык коммуникации. Вот. Прежде всего, потому что у меня там были какие-то проблемы с английским языком. Да, и я понял, что когда ты не можешь сказать то, что ты хочешь сказать, это обидно, как минимум очень сильно обидно. И тебя трясет снутри, и ты злой прям сам на себя. Вот. Ну, и как бы это такой навык универсальный. Да, понятно, что там технологии куда-то двигаются, но, наоборот, ты можешь договориться. Договориться самое важное. Круто. Самый важный совет, который ты бы дал себе 18-летнему? Слушай, Брунер не дал бы ничего. Я задумывался о том, что, блин, а вот если я там сейчас видел этого парня, что бы ему сказал, как-то подсказал, куда двигаться? Ну, мне кажется, дело все четко. Потому что даже сейчас, когда я глядываюсь туда на того чувака, который там поднимает эти веса с кирпичами, либо там 18 лет в общаге там тренируется, ну, он красава, как будто для меня прям... Ну, я как будто горжусь им. Кайфет, братан. Ну, очень душевненько у нас сегодня получилось. Очень. Очень? Мне нравится. К тебе или ко мне? Ну, я сейчас к тебе. Бро, спасибо тебе большое. Спасибо, Бру. Вообще очень кайфово. Я правильно понимаю, что как бы с того момента, как ты вспорхал, это первый какой-то вообще выпуск с тобой? Да, абсолютно. Да? Да. Круто. Ребята, дорогие мои, если вам было интересно, если почерпнули что-то полезное, интересное для себя, обязательно напишите в комментариях, делитесь каким-то своим ключевым выводом. Если вам понравилось, втыкайте лайкосы, подписывайтесь обязательно на канал. Если не понравилось, втыкайте дизлайкосы, пишите вот эти вот комментарии. Да, побольше прям. По пункту. Прямо будет интересно почитать, да, вот эти вот пункты разные мы будем скринить, потом в каких-то подкастах делиться. Вот. Все, ребятки, это самое важное, отмечайте в сториз. Ну, короче, вы все сами знаете. Бро, спасибо тебе еще раз больше. Спасибо, было приятно. Кайф. Кайфец. Пока, ребят.